Максимально продуктивным получается у нас этот игровой день, потому что как минимум 5 разных карт мы посмотрим. Анубис и Нюк в этом Best of 3 как минимум точно сыграются. Ну, а Дэнш, если дойдет, то, естественно, тоже посмотрим. Но, опять же, я, наверное, как бы меня не клеймили болельщикам щипачей, и вот, чтобы мне достался такой любимый клуб, все-таки думаю, что здесь Сайбершок должны спокойно довольно-таки эту серию закрывать для себя. Не, ну, конечно, по результатам уже пройденных матчей, очевидно то, что выиграют, наверное, ну, для многих, наверное, очевидно то, что Сайбершоки должны забирать щипачей, ну, как ты, как ты, человек, у которого любимый клуб щипачей мог не поставить на них. Я вот до сих пор удивляюсь этому и поражаюсь. Интересно, почему? Потому что я и до этого до них ни разу не ставил. Почему именно в этом матче все решили ставить на щипачей? Ну, в любом случае, если щипачи возьмут этот матч, будет тем интереснее смотреть за развязкой групповой стадии. Пока посмотрим за Анубисом. Пик Сайбершок, естественно, и моментальный врыв от Сайбершок через мидл, сплит Аплента и только один Зика с долберецами. А вот это уже интересненько, дерзкий, отлетает от Флейми. Еще и Феномен разбирается с Файна там. Керки тут тоже не пожить. Не угадали Сайбершоки с плентом, да, в принципе, им это и не надо, потому что, ну, быстро достаточно расправились со своими оппонентами. Остался один Зика, который тут будет встречаться у нас с Феноменом. Я вот таких раундов очень долго ждал. Зика, правда, Феномен забирает. Остается 1х2. Дефьюз китов на руках пока нет, и, по-моему, не было их на руках у щипачей перед стартом этого раунда. Ну, тяжело будет распределять такую ситуацию, причем у Фентукей есть еще и две флешки со смоком, поэтому, ну, тут ему не дадут особо поиграть. Ну, да, пытаются на фейк-дефьюз выманить своих оппонентов, но тут Фентукей просто в спину забирает Зику. Интересный раунд, не прямо заготовочка сказать, что просто парни проперлись через мидл и решили пойти не под А, а под Б. Ну, да, такое нестандартное решение достаточно, потому что, ну, чаще всего проходят под А, но, тем не менее, даже с такой ситуацией смогли справиться Сайбершоки. Да, думаю, что за атаку, в принципе, они свое возьмут, ну, а за КТ главная, главная боль будет, это риски Боб, который будет по КД играть в мидл и не давать там жизни вообще щипачам. Ну, это уже будет во второй половине, давайте пока первую посмотрим. Опять же, попытка угадать от Чипачей мимо категорически, если только Сайбершоки сами опять к ним не развернутся. Ну, да, пытаются потихоньку пройти под А, тем не менее, щипачи уже решают просто подпушить и, возможно, зайти в спину, выбить какое-нибудь оружие на следующий раунд. Ну, и понятно, что Сайбершоки прекрасно понимают и догадываются, что должны не упереться в какой-то стак на планете по всему миру, стирийский Боб, вот он, мид-игрок, который уже лишился большинства своих ХП, решил поглубже дойти. Ну, да, щипачи начинают просто дальше додавливать риски Боба, выбивают калаш, ну, и уже просто на сейф. Это даже не калаш, это Галил был. Феномен еще и дерзкого забирает, до этого тоже он фраг оформил. В этот раз не получится против Кенхи постреляться, Флейми заметил оппонента в рукаве, и как, забирает Флейми. Довольно-таки много девайсов щипачи из своих оппонентов выбивают, Сайбершоки пошли воевать. Да, Сайбершоки слишком перенаглели, потому что, ну, это может плохую шутку для них сыграть, то, что они отдали столько девайсов. Обычно это приводит к тому, что ты берешь, там, пять раундов подряд, один проигрываешь и просто без экономики сидишь на месте. Причем проблема в том, что Сайбершоки-то по факту сами эти девайсы к ним в руки и принесли. Ну, это да. Пошли охотиться зачем-то. Ну, случилось то, что случилось. Конечно, риски Боба-феномен свои три фрага оформили, но минус два калаша для Сайбершок. Ну, вот о чем и речь шла, то есть они умерли вчетвером, но теперь приходится закупать девайсы. Естественно, денег не так много, приходится Галилу покупать и небольшое количество раскидок. Ну что, посмотрим за очередным раундом в атаке от Сайбершок. Оборона пока играет, ну, не сказать, что дефолт, 3-1-1, укрепление в Б-плент. Ну и пока просто размен гранатами на миду. Потихонечку подходят, Сайбершок уже под раскидку Б-планта. Полетели стартовые флешки на врыв и недопроверили позиции некоторые. Подошли, если риски Боба-феномен доработали. Бриллиантс разменивает, пока равенство на сервере. Ну да, 3-3 остались, Файминг пытается найти своего оппонента, забирает риски Боба, но при этом Феномен его быстро разменивает. Бриллиантса выкуривают с коннектора, а тут... Тут Кенхи подкрался уже, но Феномен его перестеливает. Ну а Финтуки дорабатывает по последнему оппоненту. 3-0, опять же, много тиммейтов потеряли. Бомбу поставить даже по факту не успели. Все как-то вот на стрельбе прошло для Сайбершок в этом раунде. Ну да, и теперь для Щипачей вроде бы есть деньги у Файны Тайкенхи, но вот у остальной его команды, конечно, не так много денег. И приходится такой своеобразный бай сооружать на этот раунд. Появилась АВП у Зики. Да, закупились под ноль, поэтому если проиграют этот, то уйдут на 2к бай теоретически. Но Феномен готов принимать пикающих через мидл. Тут же у него рядом должен быть риски Боб на хелпе. Ну, Щипачи пока не торопятся пикать мид, аккуратно просто с дальних позиций расчекивают, когда к ним подойдут. Ну, опять же, размен любезностями на миду, под коннектором, в принципе, стандартная история. Пока Сайбершок не торопится занимать воду, только-только подходят, состоятся под эти позиции. Там Кенхи один с Фамасом, Зика, неплохо открылся на риски Боба, оформил опен-фраг для своей команды. А Файнет под развеиванием может сейчас, по-моему... А, нет, успел. Все-таки успел, флешка слишком поздно полетела. Ну да, забрал Калаш и под развеиванием Смока просто отошел, а пока Шайнес у нас пытается найти своего оппонента. Где же Файнет с Калашом? Ну и Боба подбирается, потихоньку начинает перестраиваться Сайбершок уже под финальный заход. На Аплент многое сейчас будет от Шайнеса именно зависеть, потому что нужно ему как-то на себя поиграть в этой ситуации. Ну да, заходит в спину, замечает оппонента. Ну и тут еще второго за Детекте, вот делает минус 2. И легчеший заход для Сайбершок очередной раз. Ну да, остались 3 в 4, но при этом пачка стоит, все прекрасно, плент занят. Ну и тут только щипачам сейвить АВП, а вот дерзкому с Бриллиансом... Ну не хотелось бы, конечно, умирать, но можно попробовать какое-то выбивание соорудить. Ну тут прям на прицел феномену Бриллианс сейчас откроется, если пойдет дальше глубоко играть. Ну и причем щипачи-то решили Деталово доигрывать, Шайнджес не заметил открывающегося с девятки соперника, по-моему. Ну либо отошел просто и дал инфу тиммейтам. Ну да, тут времени уже не остается, тем более диффузов нет в руках и приходится просто отходить. Ну что, дерзкий, в теории может, конечно, здесь кого-то найти, хотя, судя по постановке бомбы, в принципе, Сайбершоки могут просто стоять на точке и никуда не шевелиться. Ну да, четвертый раунд Сайбершоки уже забирают, идут достаточно хорошо, достаточно бодро, ну и берется у нас пауза. Давайте повтор еще раз посмотрим. От Шайнджеса, опять же, дисциплинированно сыграл, не стал сразу по себе информацию давать, спокойно зашел, заметил первого, нашел второго, два фрага, плент пуст абсолютно для всей команды. Ну, не хватает щипачам немного такой чуйки, где может открыться оппонент, ну потому что берет у нас, значит, файнет, такой чекает мид, вроде бы знает о том, что там была куча просто противников, понимает, что оттуда могут кто-то выйти, открыться, но в итоге просто бросает эту позицию, никто ее, то есть он уходит под А, никто ее не перезанимает, ну и, естественно, просто заходит и в спину делает минус два. Да, может быть, немного фокуса щипачам тут не хватает, тут я с тобой соглашусь полностью, наверное. Ну и ждем старт пятого раунда, у Сибиршок по экономике все более-менее адекватно, понятно, что щипачи будут закупаться по силе и по мере своих возможностей, форсить каждый раунд за КТ не получится, тут уже экономика так за КТ строится, что это не та сторона, где можно просто по КТ покупать себе какой-нибудь Галил, армор и на максимальном Лос Бонусе бегать еще и с гранатами в кармане. Ну это правда, ну на самом деле, знаешь, вот казалось мне поначалу предыдущего раунда, будто бы этот раунд должен уйти в копилку щипачей, то есть, ну все располагало, а Сибиршоки просто пытались давить этот мид, Зика там сделал open frag, ну и казалось бы, стоит ли этот мид, да принимай, пока там Сибиршоки пытаются его пройти, но в итоге решили все-таки отпустить и возможно это была ошибка, ну потому что все-таки большую часть работы как раз-таки на этом миду и провели. Да, есть проблем с ротацией щипачей, опять же, в случае их игры на Анубисе тут еще и отсутствие чувства таймингов иногда, тоже, к сожалению, не играет им на руку, ну а Сибиршок, я уже и в аналитике про это говорил, против, теперь уже, Ганн 5, они же бенчат, и против Сибиршок нужно по КД банить Анубис. Если вы этого не делаете, получайте 4-0 со старта. Ну это правда, Анубис достаточно хорошо выходит у Сибиршок, и в принципе, я думаю, за атаку мы еще увидим немалую серию раундов, но и с конечным сейчас паузой, темп не собьют. Но опять же, будет ли Сибиршок той командой, которая наконец-таки наберет там хотя бы 10 раундов подряд с хорошим стартом, а не отдаст после 5-0 серию до 5-5? Ну вот да, кстати, близимся к такому счету, после которого, ну, случаются какие-то проблемы у команд, и просто весь фокус начинает сыпаться в сторону другой команды. Хорошая хаёшка полетела по Дерзкому и Бриллианцу. КТ пока занимают коннектор, никого на воде не видят, там просто уже через рукав просочились Фентукей и Флэмми. Хотя Фентукей все-таки нашел лицом Зику. Да, ну правда, Зика тут более категоричен был, и решил не пропускать его дальше. Ну опять же, без Меда, без Меда играет Чипачи, Фанет перетягивается вторым номером под Аплэнд, тройка в глубоких позициях на Б-сайде стоит, готовая принимать номинальные врывы. Ну, опять же, Сибиршоки обузят Мидл, кто им запретит? Да, но тут есть Фанет, который задетектил с его оппонента, а не получается дошить его, оставляет Шайн Дизу 7 хп. Он перестроился под смоки, тут уже двойка будут пытаться играть, и вот кого-нибудь бы сейчас с Амэйна бы, чтобы он в спинку зашел и стянул фокус снимания на себя. Ну пока вроде решили захолодить Сибиршок. Решили, кстати, ганнами поменяться, у Хайн Диза 7 хп, решили просто отдать ему АВП. Ну, надеемся, что сможет реализовать и показать красивые фраги, ну а пока что у нас атака, просто решает двигаться под Б. Ну, на самом деле, прямо сейчас это уже мертвый раунд для Сибиршок, потому что времени мало под развеянием смоков рваться против двоих, а куда ж ушел Зик, а? Он же третьим номером играл под Б. Он все-таки успевает перетянуться, а тут дерзкий с Бриллиантсом делает минус 2, остается Флэйми с Шанжизом, но тут уже Фанет в спине дорабатывает. Да, подзатянули, конечно, с атакой Сибиршок, долго решали, куда же им после стартовых разменов двигаться с пачкой. Ну вот, пожалуйста, серия прервана 1-4, щипачи берут первый раунд за катастрофу, причем никого не потеряли, что тоже очень приятно. Ну вот у них второй раунд подряд такая проблема, ну, в предыдущем, позапрошем раунде, это не стало такой критической проблемой, а вот в этом раунде очень долго мид пытаются отыгрывать, прям очень много пытаются задавить его, прочекать, кого-то поймать. Ну, причем, опять же, иногда не хватает какого-то игрока номинального люрка, который бы стягивал фокус внимания опорников на себя, то есть, да, играйте мид, но если бы у вас хотя бы кто-нибудь там гранаты пооткидывал под амейном, то, скорее всего, этот заход бы и получился. Решили все из одной точки бить, поэтому... Ну да, тут Финтукей, конечно, пытается люрковать, но в основном он это делает пассивно, то есть, просто смотрит, чтобы никто не прошел в спину. Ну вот, кстати, полетели гранаты на А, в том числе от Финтукея, тут уже Зика пытается, смог кого-то просканировать с АВП, ну и Кенхи на приемке тоже. Слушай, дальше Смока пока Собиршок выйти не могут, их с двух сторон зажали на этом миду несчастном. Кенхи забирает еще и Шаньджиза, и дали шанс ему выстрелить, но Флейм все-таки доработал по оппоненту. Да, 3 в 3 остались, сайт занят, пачка ставится, и тут уже надо будет щипачам играть на выбивание. Ждут ли два мейн? Интересно, Финтукея, понятно, что будет подчекивать, но после первого контакта может про второго не догадаться. Так, открываются, забирают Финтукея и пытаются уже дальше додавливать. У Сайбершоков оба игрока, ну, достаточно битые. Так, ну из-за того, что девятка занята, тоже есть понимание, где примерно находятся соперники. Выкуривают все-таки феномены из плента. Флейм с 16 хп, остается один против троих. Тут уже никто ему ничего не даст сделать, просто молча смотреть, как щипачи забирают второй раунд. Это все, что остается Егору Васильеву в этом раунде. Ну да, можно делать, как говорят, три вещи. Молча смотреть на то, как горит огонь, на то, как течет вода, и то, как Флейм спокойно уходит сейвить. Ну, допустим, допустим. Ну что, 2-4. Еще раз напомню, что счет пару раундов назад был 0-4, поэтому щипачи для себя уже какую-то серию начнет набирать. В принципе, по закупу это тоже понятно. 2 АВП продолжаем мы смотреть от Зика и от Кенхи. Да, ну, в принципе, нередко мы видим 2 АВП на Анубисе, то есть обычно это какое-нибудь аниме АВП на Миду и либо под А, либо под Б отправляют. Ну, то есть, ну, нередко мы уже видели такие раунды, а тем временем у нас в Флейме уже делает опен фраг в коннекторе. Да, на перемещениях поймал своих оппонентов. Казалось, еще почему, что не забайтили как раз-таки на контакт соперника, и Бриллиант должен был быть готов к приемке захода через коннектор. Но, как оказалось, не все так просто. Вырубай! Шайнджис жестко отлетает от Зика. Ну да, просто прошил в то место, откуда стрелял Шайнджис, в принципе, удачно получилось. Это единственный плюс М-ки и двадцатки вот этого кольта. Потому что ты спамиваешь через МОК, не видно откуда, потому что Шайнджис пытался сдегла спамить, и понятно было, куда будет направляться прицел Зика, поэтому тут, конечно, выглядит эффектно, но удивительного мало. Ну и решает атака просто пойти сместиться под А. Тут, конечно, Кенхи есть, но он слишком с дальних таких позиций пытается А-сайт прочекать. Начинает уже Зика тоже перетягиваться под А, но тут вопрос 2 АВП. Опять же, проблема в том, что еще почти не играют миддл, поэтому им, чтобы подойти под свои позиции на плент, нужно еще прочекать миддл, который они отпускали по ходу этого раунда. На это тратится время, которое используется с Абиршоками максимально продуктивно. Ну да, тут уже Файннет начинает заходить в спину, дерзко попытался найти контакт с оппонентом, пока что это выходит не особо удачно. Ну многое зависит от АК в руках Ильика, лодка на самом-то деле, они втроем решили девятку продавить, ух ты, ух ты, хороший муф на самом деле, забрали АВП. Феномен знает как минимум про одного игрока с МИДа, а то и про двух. Ну да, замечает Феномен оппонента, забирает одного, пытается носить по второму, но тут Риски Боб уже с АВП. Дорабатывает эту всю ситуацию, остается один Зика с АВП, но тут, конечно, хотелось бы отойти. А, он решил повоевать еще вдобавок, выбить девайс с оппонента, но его уже, по-моему, с воды сейчас не отпустят просто-напросто. Ну да, тут либо бомба, либо просто поймают и убьют. Ну что, Риски Боб. Трипл килл оформил в этом раунде, ну и щипачам, понятно, что хочется туда. Зика, конечно, жестко попал. Нужно какое-то решение принять по поводу разыгровки раундов за КТ. Нужно что-то менять в своей обороне, потому что без МИДа играть категорически нельзя на Анубисе, тем более против Сибершок, который этот МИДЛ обузит каждый раунд. Да, ну и причем щипачи у нас играют за защиту, и учитывая то, что они проигрывают столько раундов, у них достаточно неплохо с экономикой. То есть на этот раунд они закупились, я там видела под 8 тысяч даже у кого-то было. Это все сейвы. Да, они как бы проигрывают раунды, но проигрывают с максимально минимальными потерями, вот так это назовем. С максимально минимальными, это я запомню, это нам надо, это мы в словарик запишем. Так, ну что, какой раунд щипачи придумывают? Теперь уже двух АВП не будет явно, остается только одно УЗК. Феномена стартовыми моликами сгоняют подальше от упорных позиций. Ну и наконец-то Файн отперестроился под МИДЛ, как будто бы я вот только это сказал, и он отдал смок и ушел. Этот Бриллиант уже готов принимать Фентукея, который готов под смачок отжимать эту позицию. А там еще и оппонента услышали, который на смачке на этом, ну наступил на него и был звук контакта. Поэтому как минимум по одному из соперников есть информация. Да, все-таки Фентукея, видимо, будет прорваться в коннектор под клэшечку, но тут забрали, да. Так, ну и АП, естественно, МИДЛ, куда же еще бомба, правда, только на Респе лежит феномен, но придется за ней возвращаться. Ну и Файн от, все-таки перестроился под приемку этой позиции, Кенхия тоже на хлопе есть, но вот это уже работа на МИДУ, какая-никакая. Ну да, тут втроем стакнулись и щипачи под МИД, принимать своих оппонентов. Ведут развеивание смоков в Сайбершок, но тут и Молик прилетает, подгорают Флейми и приходится отойти, а тут и Ханжиза забирает Файнет. И Файнет еще и Респе Боба сбривает с МИДА, Флейми и Феномен остаются вдвоем против пятерых. Но опять же, только Кенхи один обороняет свой плент. Понятно, что гранаты летят, 30 секунд на таймере. Есть смачок у Феномена с Моликом, то есть можно 9 плент откинуть, попытаться, но нужно для этого еще подойти под плент. Да, но много времени дают Сайбершоке щипачи, чтобы перетянуться под А. И Номи не заметил ножки оппонента, а его, по-моему, все-таки видели. Да, по нему информация уже есть, его Файнет забирает, потому что не так. Ну а Флейм минус 2 все-таки смог оформить, но, правда, этого, конечно же, мало. Ну, пачку поставили, уже, в принципе, неплохо, но тем временем щипачи начинают медленно, но верно уже приближаться по раундам к Сайбершокам. Так, ну и очередные 2 АВП от щипачей в обороне. В принципе, в тех раундах, когда были 2 девайса эти на руках у щипачей, было довольно-таки неплохо. Ну и повтор, посмотрим, вот Файнета, подразвеивание. Хороший минус 2 от него. Вот, все, работа на миду дает свои плоды. Все, в принципе, не так уж и сложно на самом-то деле. Ну, главное, что сейчас Сайбершоке начнут сами перестраивать свою атаку. То есть, это не будет уже лобовой мид, скорее всего. Хотя, с таким, нет, с таким закопом не будут они, скорее всего, рисковать, конечно. Ну да, слишком много пытаются в Сайбершоке этот мид давить. Ну, в принципе, ну, сколько мы смотрели, когда они пытались на этот мид выйти, ну, не сказать бы, что это удачно получается. Да, там пару раундов у них получилось и под А пройти через этот мид, там и под Б на пистолетке. Но каждый раунд пытаться давить мид, ну, это уже будто бы не должно и работать. Интересно, догадались ли Сайбершоке расстановки щипачей в обороне, что это 3-1-1, и только Кенхи обороняет, в принципе, А сайт. Я не знаю, почему именно щипачи такой упор делают на Б плент. То есть, на старте, конечно, играет Файнет Зикой, потом один из них чаще всего перетягивается именно под Б. Хотя в этом случае все-таки Файнет решил подавернуться, ну, потому что гранаты полетели. Ну да, но при этом ответная граната от защиты прилетела на выход, поэтому приходится с Айбершоком разворачиваться и придумывать какой-то новый план. Но пока что, видимо, под коннектор будут метить, тут уже Фентукей аккуратно подходит. Да, ну и Фан, тут тоже нужно перетягиваться к тиммейту, потому что без хелпы он оттуда потом не уйдет, в случае чего. А выжигать его оттуда явно будут. Тут Бриллиантс уже готов принимать коннектор. Готов ли? Вопрос. Прилетает ему смачок, два молика. Ну и, в принципе, тут уже никто не может занять. Ответный смок прилетает от щипачей перед коннектором. Ну, щипачи как будто, точнее, Сабершок, как будто сами до конца не понимают, даже сейчас, куда им все-таки выходить-то нужно. Что вроде и под АП шумели, верно-то отдали, вроде и под коннектором постояли, повоевали, и в Миду пострелялись. Ну, на 35-й секунде все-таки принимается решение Сабершоками выходить именно под А. А, это мог быть и шлычок, если бы Кенхи был немножечко поудачливее. Ну, флейме один хп остался. Заходят быстренько под А, раскинули смачки и просто ставят пачку. Но тут щипачам нужно уже до конца отыгрывать выбивание. 4 в 3 остались. Диффуза на руках есть, один смачок, одна флешка. А вот у Сабершоков по гранатам только одна хаешка у Феномена. Ну что ж, Айнджес, ключевая позиция от него. Дуэль он свою первую выигрывает, по второму должен догадываться. Но здесь дерзки все-таки перестреливают оппонента. Так, феномен. Слышал своего оппонента, но тут уже Зика его забрал. С вами делает фраг по Файна. То есть у него вся информация. Но тут уже ему просто не дадут защитить пачку. И уже 4-5 счет. Я, видимо, накаркал, да, про то, что у нас советная серия 5-0-5-5. Ну, как бы тут щипачи близких 5-5 сейчас больше, чем Сабершокик 6-4. И, к сожалению, это все из-за экономики, конечно, не самой стабильной. Ну да, хорошо щипачи идут по раундам. И даже проигрывая раунды, они, в принципе, в экономике не сильно теряются. А вот у Сабершоков сейчас есть некоторые проблемы экономические. Да, там 2 кабай могут сделать на этот раунд. Но если продолжат так сливать раунды, то могут и просто на бонус 3-400 подсесть. Но тут не то, что прямо не сливают раунды. Это лобовой упор в мидл. Если он не проходится на первых таймингах с Сабершоками, то потом начинаются качели. И в какой-то момент, вот в этом раунде, в принципе, понял, что Сабершоки начинают понимать, как там оборона на планете поживает. Потому что даже после плохих контактов на миду в коннекторе дали себе информацию, но перестраиваются именно под А. Понятно, что могли и под Б развернуться, если бы было больше времени. Но здесь пока щипачи с обороной не угадывают. Опять же, стак 3Б от них. Один мидл и один А. Отправляются под мид. Тут файн, это прогорает. Куда? Это заплавная, конечно. Врыв от Дерского, который заканчивается ничем. Бриллиантс разменивает. Зика также на халпе. 2 в 3. Ну, кстати, сильно битые Сабершоки. Тут тяжело уже будет даже на фраг раскрутиться. Хотя по Зике очень неплохо даже прилетело от Шанджиза. Ну, вот и как можно назвать раунд быстрым, когда у тебя АВП-3 дает на приемке? То есть у него было время перестроиться под каждый из фрагов. Ну, это правда, да. Но, тем не менее, теперь Сабершоки могут закупиться. И достаточно важный раунд этот будет для них. Потому что, ну, уже рискуют 6-ой отдачи почам. А вот за защиту начинать с каких-нибудь 10-5 не очень будет приятно, если эта тенденция продолжится. Так, Зику тоже моряком согнали. Риски-боб, напротив, залетает миддл. Ну, естественно. Куда же еще? Тут Кенхи решил поджать, кстати, мейн. Поэтому можно тут пачку, например, и потерять. На самом деле. Хотя нет, Финтуки Кенхи просто забирает спокойно, абсолютно. Ну да, ну и приходится Зикея перестраиваться под АПУЭНТ, чтобы просмотреть своих оппонентов. Пину не ждут. Нет, ждут. Финтуки одного забирают. По второму тоже догадываются. Дима. Капитанский клач 1x2. Флейми врубает Зика в девятке. Фейнт остается один против пятерых. Как-то слишком просто, что ли, получилось? Ну да, открывается под Флейми. Но тут уже ничего не дают ему сделать. Но все-таки Сабершоки забирают раунд. А вот у Щепачей уже начинаются экономические проблемы. Ну вот. Вода АПЛЕНТ. Все же просто на самом-то деле на Анубисе для Сабершоков в атаке. То есть у них по факту сетап на раунд. Риски Боб идет кошмарик миддл. Остальные стоят под раскидку А. Раскидывают ее и контактом заходят. Риски Боб спину подчищает. Все. Ну то есть до этого они пытались проходить миддл и уже от этого играть под А. Так, вот файн занаглел, получился весла от феномена. Так, ну и тут Зика опять в упорных позициях ожидает своих оппонентов. Тем временем Кенхи стоит в упорной позиции на миду за дверью. Но тут Риски Боб уже встречает его. Зика с АВП остается одним игроком на АПЛЕНТе. К нему дерзки перетягиваются, скорее всего. А там есть ли что подбирать еще, кстати, на миду на самом-то деле на своих павших тиммейтах. Ну и потихонечку вся команда Сайбершоков подходит под выход на Б-ПЛЕНТ. Тут один Бриллианс будет встречать всех своих оппонентов и начинается уже заход. Получается забрать одного, но тут Риски Боб быстро разминивает. Ай-яй-яй, дерзкий спалился. Это обидненько. Правда сейчас на АВП кем-то мог выйти, но он на него вышел, просто не попал. Еще один дабл-килл от Капитана Сайбершок 7-5. Наконец-таки, видимо, эта пауза больше Сайбершоков на пользу пошла, которую щипачи брали. Ну да, причем начинают набирать уже опять серию раундов в Сайбершоке. И тут придется на фулл экономически уходить щипачам и, видимо, угадывать с плентом. Ну, естественно, это Б будет. Ну, попытка угадать, это ясно. В принципе, стартовые гранаты прекрасно понимают, что показывают, точнее, что Сайбершоки тоже прекрасно все понимают. Куда им нужно направляться, куда идти. Вот они, гранатки под АПЛЕНТ. Сейчас подберется бомба. Коннектор и спина сыграют. Ну, слишком большой упор щипачи делают под Б. То есть, ну, все, ну, сколько там, миллион просто раундов Сайбершоки сыграли под А. Но, тем не менее, щипачи продолжают рейтить больше Б на Анубисе. Почему-то, опять же. Ну, вот самая простая математика, когда у тебя соперник ходит НАТО, знак ХБ. Ну, да, да. Интересная, конечно, ситуация. Флэмми с пяткой решил сыграть с МП-7. Ой, МП-7. Как она? МП-5 правильно называется. Может, есть МП-5, МП-7, МП-9. Это все в КСе есть. Вот тебе пришел, пригодится потом. Да, ну, если Никита мне задаст этот вопрос, я скажу то, что без помощи Ромы я бы на него не ответила. Ладно, это шутки, конечно. Ну, дерзкий калаш себе загреб. Попытаться его выбить, наверное, будет не самая логичная история, чтобы отдавать девайсы сопернику. В принципе, экономика, конечно, соберешься как-то позволяет сделать, но дисциплина тут возобладала. И это похвально. Так, нашли еще один девайс, это у нас МП-5. Молодец, молодец. Да, спасибо Роме, обучает меня МП-шкам в Counter-Strike. Ну, с двумя девайсами засейвленными, в принципе... Ну, тут Флэмми с двоих пострелил, конечно. Ну, тут полный на стак уже вышел, поэтому... Если бы еще ушел, было бы вообще великолепно. Ну что, первая половина в любом случае за Собершок. Вопрос только с каким счетом. Два раунда у нас есть, чтобы это выяснить. Ну, тут главное, щипачам не проиграть и этот раунд, потому что на последний раунд, иначе у них просто не останется денег на закупку. Бриллиант попытался запутать. Куда, брат? Что? Ну, Риски Боб просто заспамил в смог, и Зика под спрей подставился. Ну, это просто изи, энтри фраг на миду для Риски Боба. Ну, это было слишком легко, мне кажется, он даже сам не понял то, что забрал Зику. Файнет понесся под флешку тиммейта, получил в лицо еще и Зику, по итогу тоже сбрилили на миду, и все, Риски Боб просто подходит контактом под миду. Тут, конечно, есть чекенки. Ну, тут Риски Боб аккуратно прочекивает, подозревает то, что кто-то может еще быть на миду. Попытался дерзко открыться с Б, неплохо так просадил феномен, еще закинул ХЕшку. Так, а им как-то надо еще бомбу туда забрать, в чем проблема, они ее там дропнули, их там фокусят. Ну, все-таки получается забрать пачку, отходит Бриллиант, Саакенки, тем временем Риски Боба на миду все-таки забирает. Ну, щипачи обманывают своих соперников. А, подожди, фенту Кей заколил обратное Б, это гений, это гений. Ну да, щипачи. Потому что щипачи, ну, логика щипачей какая, мы отдали два на миду, мы спалились на миду и на Б, значит, по логике Т-шники должны понимать, что мы сейчас, ну, что мы как бы, у нас большинство Б-миддл, и можно и Т-А. Ну да, а Сайбершоки занимают просто Б-плэнт, будут ставить пачку и забирать этот раунд. Вот щипачам, ну, я бы на самом деле на их месте просто бы засейвила оружие, потому что, ну, денег на следующий раунд вообще нет. Ну, скорее всего, они этим и будут заниматься. Вот классное решение от Сайбершок в этом раунде. Я не знаю, кто это фенту Кейли заколил, либо кто-то ситуативно это сделал, но секунда перетяжки на и потом разворот обратно, это мое почтение. Ну да, красиво разыграли раунд, поставили пачку и, в принципе, с минимальными потерями просто отходят ждать следующий раунд. А следующий раунд последний в первой половине, который может закончиться за счетом 9-6 для щипачей, может быть и 10-5. Ну, если 10-5, то програнная пистолетка вторая хоронит щипачей. Если проиграют пистолетку, ты, в принципе, даже если будет 10-6, будто бы програнная пистолетка может не дать им шанса, в принципе, камбэкнуть на Анубисе. Так, вот повтор, врыв под флешку, Риски Боб даже не зафлешился, тут больше Файнет был в блайнде от флешки Зика, чем Риски Боб, к которому она была адресована. Ну, это правда. Ну, небольшая мискоммуникация, ничего страшного. Закуп под ноль, естественно, от щипачей на ласт раунде первой половины. Феномен, опять же, готов открывать мидл для Риски Боба. Да, стоит Зика, закидали его Моликом. Тут есть на холопе Файнет, но это не помогает Зике. Ну, все-таки на размин Файнет выходит, забирает Риски Боба, и уже 4 в 4 команды остаются со старта. Ну, и вопрос, куда теперь будет атака направляться, потому что есть Шайнжес, люркующий, собирающий информацию под бэплантом. Основная когорта Собершок пока на воде, пока больше тяготеет к Апленту. Ну, пытаются пока аккуратно занимать позиции под А. Есть тут один Кенхи, есть у него смочок на руках, в принципе, может обновить смок атаки, что он и делает. Минута на таймере, ну, все-таки это будет, скорее всего, да, через мидл доигровка под Аплент. Ну, а то да, надо уже потихоньку начинать выходить под какой-нибудь Плент, при этом Шайнжес делает фраг по Файнету, а основная мощь щипачей пока что находится под Б. Так, хороший мув от Шайнжеса сразу уйти, не открываться до Талова под мидл, потому что пришлось тянуться Кенхи именно в ту позицию, отпустил он Плент. Ну, это уже гадание на кофейной гуще, которое в пользу Сайбершок пока заканчивается, хотя Шайнжес одного, второго, ах, по Бриллинсу не залетело. Ну да, поставили пачку, 2 в 3 остались, последний раунд первой половины, нужно прям дожимать щипачам до конца его. Ну, главное сейчас преимущество так вот не растерять, хотя Феномен уже делает максимальный импакт для своей команды. 1х2, у Кенхи есть дефюс китые смачок, но нет информации по оппонентам и где они находятся. Ну да, пытаются расчекать позиции, замечают, Фентукей забирает, но не хватило немного для того, чтобы забрать Флэйми, и все-таки 10-5 заканчивается первая половина. Тиммейты не подали патроны своему клатч-министру, но и дерзкие 3 на 8, конечно, явно не та статистика, которую ожидаешь от самого опытного, наверное, игрока в составе щипачей. Поэтому во второй половинке хочется, чтобы он включился, чтобы была борьба. Ну да, посмотрим, тем более это будет сторона атаки, которая считается самой сильной на Анубисе. Ну тут большинство будет от пистолетки зависеть, потому что если сибиршок ее выигрывают, ну щипачам, даже с учетом того, что не затея и экономика набирать как будто бы легче, 100% будут форсить под 0, и это процентов на 60-70 против девайсов проигры на раунд. Если только не залетит какая-то шара сумасшедшая, как это было у Риски Боба в последнем раунде. Ну посмотрим, да, сейчас, как же это все произойдет. Интересно, конечно, как разыграют щипачи пистолетку. Ну пока что, видимо, будут на воду двигаться. Есть смачок на руках. Фулл выход под А, по всей видимости. Укрепления Меда от Сибиршок. Никого они здесь не находят. Ну хотя как не находят? Первый контакт у них уже есть. Флами забирает дерзкого. Да, тут Бриллиантс пытается постреляться в миду, но в принципе понимает защита то, что это будет выход под А и уже вчетвером перетягиваться под этот плент. Ну тут не все так просто. Не все так просто. Остался только Шанжес. Он с беретами и со смаком на руках. Кенхи спалили уже на выходе на А плент. Ну а бомба перетягивается потихонечку именно под противоположную точку. Защита начинает перетягиваться под Б. Понимает то, что это разворот. И забирает Шанжеса, Бриллиантс. Это было развалиссимо сейчас от Бриллиантса? Ну да. Бриллиантс еще плюсом поймал смок себе в руки с Шанжеса и может сейчас отрезать защите какую-нибудь позицию. Да. Ну риски в оба 4 хп. Скорее всего он-то как раз таки тут уже не боец. Есть размин 1 в 1. Пытается Зика воевать из дефолта со своими оппонентами. Фентукей. А при этом диффузов нет на руках и надо быстро выбивать своих оппонентов. 2 в 2 остались. Ну тут уже времени... Ооо! А давить? А нет. Кенхи здесь не простит, конечно. Не даст он Фентукей сесть на деф этой пачке. И пистолетка остается за щипачами, пока коллектив из Белоруссии в игре. Ну да. Смогли все-таки пистолетку забрать. Ну и достаточно неплохо. Поняли под конец только Сайбершоте, что это будет выход под Б и не успели перетянуться на помощь Шанжесу. Ну что, Сайбершот, будет ли это закуп? Это будет закуп. Естественно. Естественно. Феномен удропнули Скаут. 3 дегла и МП. Ну и МПшка в руках у Феномена. Ну да. Как же мы могли посмотреть на второй раунд после приигранной пистолетки без форса? Это прям... Рискебоб. Дежурный по Миду. Как бахтерши не должны пропускать никого, кому тут делать нечего. Ну да. Есть контакт с Рискебобом, но пока что просто размен любезностями произошел. На самом деле Молики выкуривают потихонечку Рискебобу с его позиции. Он сменчок отдает, но уйти уже отсюда не успеет. По всей видимости, его тут должны задушить максимально быстро. Так и происходит. Ну и уже заняли миду щипачи. Конечно. Посматривают с Асайда проход, причем интересно... Ну бомба-то под Б до сих пор лежит. Да, бомба под Б идет, а Б-то щипачами оставлено, точнее с Айбершоками оставлено. Но Фентуки как будто бы догадываясь далеко не уходят из-под своей позиции. Полностью отдали под утку сопернику с Айбершок Плэнт. И только после этой гранаты поняли, что что-то здесь не чисто, что-то здесь не так. Ну да, начинают уже под Б перетягиваться. И будут уже играть на выбивание пачки. Так, дефюски-ты есть. У Феномена на руках нет смоков. Это проблема для Сайбершок. В попытке ретейкать эту бомбу, я думаю, что пора разворачиваться и на сейв, уходить. Потому что и времени мало, и позиций как таковых нет. Да и гранат тоже не имеется на руках. Ну да, тем более армор с девайсами хотелось бы засейвить на следующий раунд. После форса, после денег, ну, не сказать бы, что много. Ну, все-таки Феномен забирает Кенхи. За девайсами кто-то, нет, у них тоже не пойдет, слишком мало времени. Ну что, 7-10, Сайбершок вынуждены играть очередной экономический от двух девайсов и одного дегла в руках Шайнджиза. Да, но все-таки дерзкого под конец смогли забрать, что очень неплохо. Деньги у щепачей сейчас есть, но если проигрывают этот раунд, то тут могут проблемы, конечно, с экономикой начаться. В принципе, как и у Сайбершоков. Но, в принципе, у них ситуация получше. Два кабай сделали, поэтому закупиться на следующий случай проигрыша все-таки смогут. Да, пока без стартовых контактов проходит этот раунд, Бриллианс дефолтные смочки и гранатки откидывает на мигл на занимание. Причем Бриллиансы спалили уже, а Финтуке поджимает в воду. А вот это интересно, но его ждут. Его ждут, но не дожидаются. Ну да, тут Кенхи еще почекивает. Там Бриллианс пришел с медали, развалил в ухо Финтуке. Это было обидно. Это было обидно. Файнет вырубает феномен, а Шайбер все-таки есть размен по Кенхи. Дадут ли здесь Файнету пожить? Ну, откидывает просто молик, Файнет. Есть информация по двум оппонентам, ну и просто пойдут с пачкой под Б. Тоже хорошее, а дефолтное, такое строгое решение. Флейми подбирает еще и девайс соперника, по всей видимости. Так, ну тут Шанджес подходит в коннектор и будет пробовать выбивать лут оппонентов. Есть контакт по двум. Выходит на него дерзкий, но это не учалось, конечно, для него успехом, но его команда все-таки разменяла. Но дерзкому с его статистикой, конечно, только вот так выходить. Один в один пикаться. Пока не идет стрельба, к сожалению, дерзкого. Ну да, немного выпадает на этой карте. Но в любом случае это восьмой раунд для щипачей. Они потихонечку приближаются к Сибершокам уже. Риски-бобу не на ком подобрать какой-нибудь девайс. Встали на перекрестный огонь Сибершоки, и сейчас будут Файнета с Бриллинсом принимать. Слышат своих оппонентов. Ой, как сильно Флэмми пробила. Да, но все-таки второго не получилось добрать. Да, ну и Флэмми тоже забрали. Ну что, 8-10, полноценный байраунд от Сибершок. Наконец-то посмотрим, но все это будет после тайм-аута. Чипачей. Интересно, опять же, вроде набирается серия раундов с щипачами, но они же и прожимают этот самый тайм-аут. Ну да, но сейчас байраунд у Сибершоков, я думаю, будут обдумывать, как же обыграть их, чтобы начать приближаться к их счету. Ну потому что уже 8-10, 3 раунда щипачей взяли. Пока что Сибершоки ни одного раунда, ни одного фига, да? Да, 10-5, полноценный байраунд закончилось, а раунды щипачей выиграли. Не смогли Сибершоки пока что забрать за защиту. Ну вообще никак не идет у них эта карта, хотя, ну, пик это Сибершоков. И в аналитике у нас говорили, что, ну, карту они должны отыгрывать прям хорошо. Ну ничего страшного, в принципе, пистолетка, чаще всего это автоматически еще два сверху проигранных, тем более, что если вы форсите после проигранной пистолетки. Поэтому сейчас-то как раз-таки Сибершок и должны показать все свои умения и навыки на этой карте. Кенхи уже пробили на половину хп. Рискибоб достаточно открыто стоит, расчекивает мид. Причем на хелпе у него никого нет, решили по двойкам на плентах сыграть. Да, хороший дефолт, стандартный, два. Ну, две двойки стоят по плентам, и Рискибоб, естественно, дежурный по миду. Ну, понравилась мне эта фраза почему-то, не знаю. Ну да, не пропускают своих оппонентов, на бусте решают поймать Рискибоба, но он не открывается под эту позицию. Да, главное сейчас Сибершокам все свои гранаты не потратить, потому что иначе им нечем будет откидываться. Ну и пока как будто бы Сибершоки угадываются с направлением укрепления плента, правда за бомбу еще нужно дойти. Откидывает Кенхи смочок, будут занимать первые позиции. Тут у Файнета был контакт с Рискибобом, но не увенчался он ничем. Так, это раунд Сибершок, это раунд пистолетка Сибершок называется, по всей видимости, потому что просплители миддл уже промутились в спину, и ни Фентукей, ни Шанжес не понимают, где соперники могут быть. Бриллиант забирает уже Фентукей. Так, Шанжес прорывается в смоках, тут сквозь него просто проходят все оппоненты, он это прекрасно слышит. Сейчас будет такая грязь, по-моему, пока тут воюют с Аплентом. Шанжес двоих забирает Зика на размене, Файнет отлетает также. А Шанжеса, вот, гранатка была уже лишняя, 14 секунд. Ну да, на слабе оружие поймали, но все-таки один сделал столько работы, просто обошел своих оппонентов в смочок, сделал минус 3. Ну и Феномен остается 1 в 2, по нему есть вся информация. Ну тут его уже просто не выпустят, конечно же, 9-10. Но мув от Шанжеса был, конечно, великолепный, признаюсь честным, как его так пропустили в смоках. Это было здорово. Хорошее решение, ситуативное, опять же, и плюс ко всему еще и реализовать его получилось. Тут еще и третий фраг был, да, про четвертого не догадался, поэтому свопнулся на гранату. Ну и уже экономические проблемы у Сайбершока, да, 3-400 лус бонус, но за защиту, как мы знаем, это очень мало, тебе не хватит просто ни на что нормального. Да, ну и судя по тому, сколько щипачи уже тайм-аутов прожали, видимо, они прям хотят сразу с этой карты начать хорошо, то есть за каждый раунд цепляться, нужно камбэкать. Мы берем раунд, нам нужно обсудить следующий парень, не торопимся, нужно максимум выжимать. Слушай, пока что я смотрю и мне верится в победу щипачей. Даже так? Да, на этой карте, ну потому что, ну пока Сайбершоки за защиту, ну просто ничего не могут сделать с ними. Это да, тут согласен, но я думаю, что все-таки Сайбершоки сейчас соберутся, хотя с таким закупом, конечно, это будет сделать сложно, но все-таки. Ну то есть, да, если они сейчас раунд проиграют, да, у них будет лус бонус 3-400, они сделают фулл бай, но все равно это уже будет 10-10, да, и с фулл баями у них не сказать бы, что хорошо получается забирать раунды за защиту. Ну что, Риски Боб дежурит, как всегда, на виду, будут его молеками выкуривать с его позиции. Ну пока сильно не торопятся щипачи с атакой, просто расплетелись по карте. Тут, кстати, интересный мув от Сайбершок поджим Амэйна, тут уже целых двое игроков щипачи готовы принимать всю эту движуху на врыв. Флешка, одного заметил, второго тоже видел, конечно же, куда ж ты, мой хороший, спрятался. Ну да, уже Кенхи делает минус 2, и остается один Риски Боб от Аплентом. Это что-то такое, знаешь, на... на Балтийском. Риск Боб. О, Финту Кей, неплохо пошел по Брилензу. Ну, слуха, я, откровенно говоря, вообще буду очень рада, что щипачи заберут эту серию в свою пользу. Знаешь, что самое парадоксальное? Будут радоваться все, причем почему-то за меня, а не за них. Потому что это моя любимая команда. Да, и ты на них не поставил. Да, ну, слушай. Все-таки разум говорит мне о том, что у нас, ну, после первого сегодняшнего матча, осталась одна команда, которая непобежденная. Ты понимаешь, про кого я говорю, История. Это моя любимая команда. Вот именно. А вторая команда, которая никак победить не может. Едва эти диаметрально противоположных полюсов никак вот сойтись в одной точке не могут. Ну, слушай, мы с тобой в одной комментаторской пока что прекрасно сходимся, но вот наши любимые команды пока что не могут. О, Финток, я еще и по дерзкому повешал неплохо, и вроде даже успеет за девайсом сбегать. Да. Выжал максимум. Денег полно у Сайбершоков. В принципе... Взял дроп, вот, повторочки, как раз-таки врывал Кенхи. Он не поверил своему счастью. Это все мне, говорит, да я только за. Давайте мне и третьего сюда. Это фуллбай у нас от Сайбершоков. Плус-бонус 3400 позволяет это, в принципе, сделать. Ну, а вот раунды говорят об обратном набранные. Говорят, Сайбершоки, что вы делаете? Ну, щипачи как минимум показали хорошую серию, но опять же, на пяти у нас обычно все это дело и заканчивается. Ну, да, кстати, может сейчас пойти в обратную сторону, потому что, ну, серия из пяти раундов, это всегда чревато тем, что ты потом большую серию отдаешь. Да, ну, если сейчас щипачи просто с 10-5 до 15-10 дойдут, ну, как бы, я не знаю тогда, что вообще думать про игру Сайбершок за КТ сторону на своем собственном пике. Бриллиантс вырывает феномена. Не ждал он подсадки. Ну, в принципе, ничего страшного. Ну, как ничего страшного. Придется стягиваться теперь флейми в оборону мида, хотя он вроде под детку перестроился, тиммейт хелпует. Пытаются щипачи занять мид. Есть тут Сайбершокинг на готове принимать всю эту ситуацию. Но не получается. Бриллиантс стелет двоих. Тут флейми пытался разменять своих тиммейтов, но это не получилось сделать. Забрал только одного оппонента. Ну и остался один фен 2к в этом раунде. Квадрокилл от Бриллианса. Это, я не знаю, это Феникс какой-то, не Бриллиантс. Он в огне не горит, в воде не тонет. Его в моле кому сжигают, он выходит и две головы вешает. Открывается под миддлбит, еще и третьего забирает, и четвертого. Ну, тут, видимо, Фентукей сейчас найдутся, да. И не дадут ни одного девайса засейвить в следующий раунд. Ну и, по-видимому, 2к придется делать, ну, либо форсовать. С таким луз-бонусом. Ну, не понимают уже Сайбершоки, ну, что с этим делать. Ну, посмотри просто, мультиграната, раз-два. Ну да, они еще так в ряд постелились очень. Да, да, и, друзья, пока Сайбершоки взяли тайм-аут, вы бы видели, какой походкой сейчас Федя перед нами прошел. Модный, потому что он на щипачей поставил. Это был Макгрегор, вот это вот. Я вам говорил. Но еще далеко не все потеряно, на самом деле, на Сайбершок. Понятно, что большую серию уже раундов отдали. По сути, там, 2-3 полноценных бараунда не взято Сайбершоком, и некоторые из них проиграны вовсе 5 в 0. Ну, как бы, это же ваш пик, парень. Все-таки за это нужно какую-то идею придумать, может быть, опять же, агрессия. Она дает свои плоды, если она ситуативная и такая, знаешь, не газ в пол. А как бы поджали и сделали фраг, отошли. Да, будто бы агрессии какой-то не хватает с Сайбершоком, потому что, ну, они пытаются отыгрывать достаточно строго, закрыто в фонтах. Да, они там пытаются под А что-то придумать, что-то интересное, ну, как мы видим. А мне интересно, это какой-то, ну, это мета какая-то на Анубисе играть 3-1-1? Потому что у Сайбершок ровно такая же оборона, как у щипачей. 1 в 1, абсолютно. 3-B, 1-Middle, 1-A. Ну, понятно, Флейми играет на А, то есть, как бы, Флейми еще в Бостон Краб играл на Анубисе. Ну, слушай, мне кажется, то, что с самого выхода карты, ну, это я помню, на Фейсите играла, ну, постоянно на Анубис вылетаешь, и постоянно эта ситуация 3-B, 1-Mid, 1-A. А, ну, нет, с другой стороны, я сейчас сам себя, в принципе, могу поправить. А зачем тебе вдвоем на А стоять, ну, то есть, тебе вдвоем в одну точку фокусить? Ну, да. То есть, тут как будто бы должен игрок ротаться, играть чуть ближе к Миду, по всей видимости, который играет третьим номером на Б. Ну, тут вообще они просто Мид отпускают, понимаешь? Они стакают Б. Ну, в принципе, угадывают, кстати. Ну, возможно, кто-то из игроков обороны на Б-пункте спалил то, что щипачи хотят зайти на Б, поэтому произошла перетяжка. Ну, в принципе, пока что это удачное решение. Забрали Бриллиантс, забрали Дерзкого. Ну, и, в принципе, 5 в 3 остались. Счет по игрокам в пользу Сайбершокам. И неужели это будет первый раунд, который Сайбершоки заберут за защиту? Ну, они и здесь угадали. И казалось, в принципе, что Файнет должен был слышать всю информацию по своим оппонентам. Но при всем при этом бомба пошла до Талова, под Пленк. Ты как они это? Проигрывают Сайбершок! Один Фентукей остался против двоих игроков команды Щипачи. 5 в 3? Ну, 4 в 3, ладно. Нет, это было 5 в 2. Это было 5 в 2? Это было 5 в 2. Там успели убить, я не помню, кто был третий, но его успели убить до того, как их стало меньше пятерых. Ну что, Зика против Фентукей, а ВП против капитана команды Сайбершок. Бомба поставлена, нет гранат у Фентукей. Ну, теперь появилась флешечка на руках, Дефюс Китов тоже на руках нет. И, скорее всего, раунд этот будет проигран Сайбершоками. Но это Unreal. Я даже не знаю. Вот мне просто интересно, как этот раунд наша аналитика будет объяснять? Мне тоже безумно. Это что вообще было? Безумно просто интересно, что вообще произошло в этом раунде с Сайбершоками. Ну, я не знаю, мне кажется, что они начинают уже прям тотально сыпаться. То есть, ну, максимально не собрано отыгрывают, будто бы потеряли вообще весь фокус на игру. Еще в первой половине, да, все шло хорошо. Они лидировали, шли 10-5, 10-5. За вторую половину до сих пор ни одного раунда просто не получается взять. Ну, этот раунд невозможно было проиграть, понимаешь? Вы в большинстве, у вас инфа, вы угадываете с перетяжкой. Вы принимаете в большинстве заход на плент, и вы из 5 в 2 превращаетесь в 2 в 1. Ну, я отказываюсь просто понимать вообще, как это работает. Ну, тем временем у нас щипачи просто пытаются отыграть мидл. Есть контакт с Пентутеем. Ну, как контакт. О, посмотри, сейчас Рискебоб удивится. Вот это ворвались пацаны. Ну, тут Флэйми подхелповал неплохо, кстати, с Шанжем на пару. Я просто... Реакция в Тимспике сейчас от Рискебоба — это отдельный вид искусства, по-моему. 2 в 2 остались. При этом, ну, единственное, Шанжа сбитый. Но этого хватает, чтобы забрать Зику. Тут Дерзкий моментально разменивает враги и остались один в один. Феномен при этом находится на миду. Ну, и Феномен пока вроде как угадывает направление атаки. Дерзкий сам себе молек отдал под ноги, по факту. Дал время Феномену перетянуться. Ну, в принципе, у Дерзкого тоже есть пока тайминги, чтобы проверить. Ну, слушай. Ну вот как? Ну вот как? Я не знаю. Ну вот как? Ну, все было, все просто было к тому, чтобы Феномен забрал Дерзкого. Дерзкий выходит бочком к нему и успевает развернуться. Типа по игре прям, ну, не идет, не летит. Ну, вот такой флик у него залетает в важнейшем клаче 1х1. 13-10, 0 раундов закатал Сибиршок до сих пор. На своем пике. Ну, слушай, возможно, это будут те самые легендарные моменты, когда команды просто размениваются пиками. Как это знаешь, ты посмотрел всю информацию про своих оппонентов, подготовил карту против них, а свою забыл. Ну, слушай. Феномен, правда, забирает в блайнде Бриллианса. Помнится мне та ситуация, когда Сибиршок играли, у нас большинство было именно за них. Точнее, нет. Наоборот, против них в аналитике поставил. То есть, предиктор таланта поставили. И когда Эрик сказал, как же так вы в нас не верите. Ну, в этом матче и не мог не поверить Сибиршок. Ну, щипачи, 0-4 в группе. 13-10 на своем пике. Летите 0 раунда за КТ. Ну, прям, да, тяжелая битва у нас грядет. В аналитике говорили то, что, ну, скорее всего, будет 2-0. А вот 2-0 в чу пользу, извините меня. Вот тут, кстати, да, вопросики, потому что на Ньюкео Сибиршок может тоже там не пойти. Вполне себе. Но это критически важный раунд прямо сейчас. Если Сибиршок его проигрывает, это 14-10. Они, конечно, забаятся потом полноценно. Но это будет раунд на карту уже. Так, ну тут забирают все-таки Кенхи. 3-5 остаются. И неужели у нас Сибиршоки возьмут первый раунд? Ты уже так говорила. Не на карте, пожалуйста. 30 секунд, укрепленный плент. Мы это уже видели. Пару раундов назад. Так, ну все-таки нет, 2-5 остается. Ну, слушай, 2-5 мы видели. Файнет! Файнет делает еще один фраг, остается 2-2. Ну как? 15 секунд. В Кентуке дуэль проигрывает, они ставят пачку, не берут 2-5-2 раза подряд. Я не могу не кричать, простите меня, дамы и господа, но это невозможно. Ну это не, ну это просто за грани вообще чего-то реального. Света за голову держится сидит. Как такое можно проигрывать? Я не понимаю, остается один феномен, по нему есть информация. В закрытую просто сидят игроки команды щипачи, выходят и просто вдвоем добирают феномена. 5 в 2, второй раз на этой карте забирают щипачи. Нужен тайм-аут определенно, потому что парни пока как будто просто в таком тильтостане прямо сейчас находятся, что... Ну вот, 5 в 2. Все. 3 секунды 2 в 2. Я не знаю, что произошло, либо с щипачами, либо с обершоками, мне очень будет интересно послушать нашу аналитику. Я еще раз прошу прощения, если я там чересчур эмоционально выражаю свои мысли, но это для меня просто как-то вообще в голове не укладывается, как это работает. Мне кажется, то, что за все время посмотрели матчи, мне кажется, вот это вот, это самая эмоциональная игра, которую мы сейчас смотрим. Согласен, согласен. Тут, конечно, просто голова взрывается вообще от всего происходящего. Сайбершоки готовы выходить, по всей видимости, на 15-10 и денег на полноценный закоп у них не будет. Ну, там будет максимальный лосс-бонус и плюс какие-то копейки, которые остались на кармане. Но, опять же, не все так просто. На самом деле, феномен отрабатывает по миду, знает про второго. Я, скорее всего, даже слышал про третьего, и фентукей готов принимать перетяжку через миду. Вот это, кстати, интересный мув, который может сыграть в этом раунде. Феномен начинает подходить близко к миду, но тут чревато его смертью, все-таки забирает феномена. И остаются уже 4 в 2, при этом защита не предполагает, что будет эта атака. Ой, а сейчас Дерский дочекает воду. А, фентукей успел уйти поглубже. Но, в принципе, к нему готов кенхи на самом-то деле. А хотя, слушай, разворачивается. Ну, не, он так подчекивает. А, нет, слушай, Кельхи тоже дал мейн, хотя там тиммейты были. Ну да, есть информация по фентукейу. Еще шан сейчас подтягивается. И, возможно, будут пробовать вдвоем организовать выбивание. Диффуза на руках есть. Да, слушай, у них и гранатки имеются, поэтому почему бы не попробовать, но, по всей видимости, это уже сейф будет на последний раунд. Потому что фентукей слишком долго проверяет рука, тиммейт тоже стянулся под стейрс. 15-10. Язык мой, враг мой. Помнишь, я сказал про 15-10 от щипачей? Я, ну, это черное, это мое проклятие. Черная метка — это я. Потому что сколько игрокам доставалось, сейчас целой команде досталось по итогу. 15-10. 10 раундов подряд от щипачей за Т. Ну, слушай, я на самом деле... Меня эта игра, ну, наверное, всех эта игра просто максимально удивляет. Никто не был готов к такому развороту событий. Да, все, ну, многие, наверное, думали о том, что, ну, возможно, будет какая-то... Ну, никто не думал, что так будет. Борьба. Ну, никто не думал, что именно так будет, в том-то и дело. Два раунда, два в пять проиграть. Ну, ничего, пять в два, если бы вы говорили про Сибершок. Слушай, может, у нас сегодня какой-то день проклятый, при смене сторон просто вторая сторона перестает играть. Ну, сегодня 27-е, сегодня самые мощные магнитные бури, насколько я знаю. Может быть, это как-то влияет на Сибершок, потому что ЗК оформляет очередной панфраг по Шанжезу. Уже минус АВП у команды Сибершок, Феномен пытается за дефолтом как-то отыграть. Здесь, кстати, подзатянулись за ходом. Дерзкий забирает Феномена. Фентуке пытается еще и второго заспроить. Размен один в один уже есть. Бомба ставится. Файнет отлетает от резки Боба. Три в три. Отпуститые гранаты. Есть, Кенхи вырубает Флейми. Тяжелый будет ретейк. Удобные позиции для обороны щипачей. Еще и смачки откидываются. Ну да, Тихо будет выбивать. Тут Бриллианс готов принимать своих оппонентов, которые уже начинают проходить ему за спину. Есть информация по коннектору. А не про коннектор не знают. Бриллианс выходит и забирает последнего. 16-10. Кто вообще мог подумать о том, что вот такие вот страсти сегодня разгорятся на втором матче, где у нас будут играть Сайбершоки против щипачей? Это вообще, я не знаю, это сумасшествие. Ноль раундов за КТ-сторону. Ну, то есть 15 раундов под... Сколько, не 15? Ну... 5... 11 раундов подряд, получается. 11 раундов подряд за атаку на чужом пике на Анубисе, который Сайбершоки считают... Ну, наверное, раз они ее пикают, все-таки своей... Одной из основных карт я просто с упоением хочу послушать нашу аналитику. Ну, вот примерно так же, как этот молодой человек сейчас на рекламе нашего генерального партнера ликовал после зашедшей ставки, также могут после этой карты, возможно, ликовать щипачи, потому что пройдут очень серьезного соперника. Опять же, наша аналитика отмечала, что на нюке щипачам удалось обыграть инсилио, поэтому почему бы не замахнуться, на самом деле, на 2-0? Мы много акцентировали внимания на, может быть, не самых лучших доигровках от Сайбершок. Но еще стоит отметить, естественно, и щипачей, и их игру в этих раундах, игру до конца, собственно, которая и принесла им победу на первой карте. 16-10. Ну, это просто сумасшествие какое-то. Ну да, мало кто ожидал, что с таким счетом вторая половина закончится, но все-таки оно случилось. Сайбершоки не смогли ни одного раунда взять за вторую половину. Ну, на самом деле, мне сейчас, ну, я думаю, как и всем, дико интересно, какие же страсти у нас разгрозятся на второй карте. Потому что, ну, все-таки это пик щипачи, пик оппонента они уже забрали, вот что произойдет на второй карте. Ну, на самом деле, в Сайбершок, в составе команды Сайбершок мегаопытные парни, которые 100% не будут фокусироваться на прошлой карте, просто обнуляться, и на эту карту выйдут как на новую. Щипачи затестованы Сайбершок в обороне, Фентукей уже принимает врыв через малые, феномен на хелпе, и, возможно, уже 5 в 0, нет, не получится уже, Кенхи минус 2 оформил, но до постановки бомбы пока далековато. Да, ну, причем Фэйме сильно биды, и Шампец с радио попытался атаковать своих оппонентов, но тоже получил достаточно много урона. Тут на двух баратьев 5 хп всего лишь у Шанжеза и у Флейме, при том, что бомба перетягивается под Б, ставится именно там. Ну, Рискебоб пытался вкусить, конечно, своего оппонента, который остался на А. Да, сильно битые два игрока Сайбершок и один Рискебоб, который с Дерзким сражался, но проиграл этот файт. Но здесь только два сиюсекундных хедшота поможет Сайбершок взять этот раунд, уже по одному из оппонентов информация у Щипачей есть, это Аквариум. Да, ну и по второму тоже уже знают, и первый раунд уходит за Щипачами. Три полкила Дерзкого, даблкил от Кенхи, и пистолетка уходит в актив коллектива Щипачи. Давайте повтор еще раз посмотрим, этого даблкила как раз-таки от Дерзкого. Но тут просто нужно было одну в тушку попасть, в этом, в принципе, сложного ничего нет. Ну и, естественно, Сайбершок будут форсить под ноль, полный раскид есть у Финтукия на руках, ну, четыре дегла и Скаут в активе. Ну да, придется потом экономический раунд делать, если все-таки Сайбершоком не получится выиграть этот раунд. А тем временем у нас пошла раскидка улицы, и будут под эти смоки уже разыгрывать Щипачи. Но Феномен уже неплохо попал по Кенхи, так, может быть, заметил, может быть, при фареум решил запустить туда пульку, и она у него неплохо залетела. Пытался Феномен Юспом нашить своих оппонентов, но все-таки проходит в секретку. Тут Шанжес вместе с Рискебобом будут принимать Щипачей. О, Рискебоб первый фраг, Шанжес второй. Бомба выбита. И это очень приятно для Сайбершок. Девайса, может быть, не получится подобрать, но бомба под контролем, пытается подсмок сыграть агрессивно. Как заметил ножку, и все-таки нашил по Шанжесу. Довольно-таки неплохо. Но коллаж забрать не дали все-таки. Файнот ворвался с винтов. Там его не ждали. Минус два от него уже. Рискебоб не вовремя отвернулся. Дал третий фраг сделать Файноту. Но, опять же, сильно битые на самом деле Щипачи. Тут Флейми как раз-таки дожидается одного из них. Да, ну и будут дальше идти на Б Щипачи. Откинули смачок, будут ставить пачку. И надо на выбивание бомбы отыгрывать с Сайбершоком. Ну, на сей раз ХП играют на руку с Сайбершоком. Да, может быть, Скаут не ваншотит. Но в случае, когда у тебя 7 или 31 ХП, ваншотит он в любом случае. Флейми забирает Файнота. Остается только Кенхи против двоих своих оппонентов. По нему, скорее всего, информация есть. Да, но причем пачка стоит под него. Поэтому придется аккуратно это все отыгрывать. Так. Кенхи. Слушай, второй раз дифьюзят. Ну, дифьюз китов нет на руках. И он двоих стрелит в ряд. Феномен еще и Флейми сбрил на сдачу. Но тут пытался подсуппортить тиммейту. Ну, понятно, что такое тоже случается. 0-2. Или 2-0. Кому как больше нравится. Кто за кого болеет. Да, ну это просто великолепно получилось. Ну, они туда так в ряд встали. То есть Флейми отлип от бомбы. И по итогу прямо на прицел Феномену встал. Ну, экономический раунд у Сайбершоков будут с тремя Юспами, одним Файсевеном и Деглом пробовать отыгрывать этот раунд. Ну и стандартное занятие улицы через Макеи. Девятку тоже Кенхи заметил. Рискебоб попытался постреляться. Но там мало что получится с такой дистанции с Юспом. По итогу пропускает бомбу под секретку. Фентукей морозится в пленте. Ну, Рискебоб начинает под Б перетягиваться, чтобы принимать своих оппонентов. Ух, Флейми жестко залепил по бриллианцу. Да, решили пропушить своих оппонентов. Подобрали Мак 10 и уже надо идти пробовать под Б, возможно. Потому что, ну, пачка, по крайней мере, пока что находится там. Да, и у Рискебоба есть информация по оппонентам. А Дерзкий заметил ли оппонентов душевой? Вот в чем вопрос, потому что прямо под ним есть соперник. И как будто бы Дерзкого-то как раз на улице спалили. Шайнджез готов к заходу под девятку. Дерзкий. Ну, пока не торопятся. Чипачи куда-то выходить. Есть уже фраг по Шайнджезу. Ну, бомба-то стоит под винтами. То есть они могут развернуться в любую сторону. Тут укрепление под А. Хаешки полетели в плент. Причем неплохая Хаешка прилетает по феномену. Пытается Дерзкий начекать своих оппонентов. Но пока что-то не выходит. Медленный раунд решили сыграть Чипачи. 30 секунд на таймере. И только сейчас будут пробовать занимать Б. В тем временем Дерзкий разменивается фрагами. Кенхи забирает Рискебоба. Флэмя подгорел на Молик немного, который мы кинули в винты. И, по всей видимости, попытается подобрать сейчас в девятке дроп. Ну, я так думаю. Там Мак-10, насколько я помню, был. На Дерзком как раз-таки. Ну, тут может и на Кенхи нарваться, если он его услышит. Тут Кенхи, точнее Файнет, делает свой фраг. Флэмя прекрасно понимает, где один из оппонентов. Попытается, скорее всего, его тоже забрать. Но под него уже никто не открывается. Но там есть еще и Кенхи, который под девяткой. Ну да, он дотопал Кенхи, но Флэмикс тут, к сожалению, не смог по Айму с первой залететь... Ну, дать в голову. Ну и три. Да, первый бай-раунд для Сайбершоков. Достаточно важный для них раунд. Потому что, ну, если опять отдают этот раунд, придется еще один-два кабай делать. Но здесь щипачи-то, по сути, вторым играют, потому что и Бриллиант, и Зика пока без фрагов сидят. Спустя три раунда тиммейты за них всю работу делают. Ну да, в принципе, это им и не особо нужно пока что. Главное, чтобы в дальнейшем по карте не выпали Бриллиант с Зикой. Опять же, спокойно, даже без шифтов, подходят под секретку щипачи без каких-либо усилий и ограничений. И потихонечку стягивается Флэмя на плент. Ну да, тут еще феномен есть на рампе, если что, подхлопует. Ну, пока опять аккуратно отыгрывают. Вот щипачи, они занимают улицу, проходят секретку и очень медленно начинают ее разыгрывать, не торопятся. В этом плане Сайбершоки дают себя окружить в пленте. Это, наверное, не самая логичная история. Хотя, если занять, конечно, комфортные позиции, то и приемка захода в плент будет не очень сложной. Так, а там и Риски Боб начинает в секретку проходить. И вопрос, будут ли щипачи готовы к этому. На этом мы сейчас и проверим. Ну, вроде как почекивают спину, но почекивают, почекивают. Правда, все-таки Кенхи свой дуэль проигрывает. Ну, но киливает смачок Риски Боб, отрезая своих противников. Начинает потихоньку щипачи. Пробует заходить под Б, расчекивает позиции. Ну, тут находят Флэмми, правда, он не с ума сделать фраг. Ну, дерзкий, разменивает своего тиммейта. И на 30-й секунде будет бомба ставиться уже потихонечку в пленте. 3 в 3 играть можно. Нет смоков у Сайбершок на руках. Есть дефюс киты только у Риски Боба. Ну, а у щипачи было время спокойно занять комфортные позиции. Ну, да, есть информация о том, где находятся оппоненты. Пытаются флэшоный вентухей забрать кого-то. Но тут просто размен по фрагами, причем не в пользу Сайбершоков. И четвертый раунд забирают щипачи. Ну, и тут главное не нарваться на синдром пятого раунда. Да, хороший кроссфайр был в аквариуме и в даблдорсах от щипачей. Угадали направление выпада своих оппонентов. И здорово эту ситуацию доиграли. Да, как ты правильно говоришь. 2 кабай, феномен. Прикупил себе еще и скаут. 4 дигла, все те же на руках. И смоки. Вопрос стартовый. Или все-таки это смоки на конец раунда. Неплохо по файнту залетело. Ну да, ставили ему 32 хп. Ну, как мы знаем, с диглами берутся самые простые раунды. Это раунды, которые были взяты с диглом. Кстати, да, тут тоже твоя правда. Флейми по таймингу смочок. Еще после контакта с соперником. Ну да, тут еще и феномен подтягивается на хрилку Флейми. Но уже пройти еще почти не могут эту позицию. Отзонили их смоком. Да, и есть информация по двум оппонентам за смоками. Ну и опять же, этот раунд без улицы. Начинали щипачи, поэтому дали комфортно шанс занять такие комфортные позиции. Тавтология, извиняюсь. На секунду показалось мне, что он решил уйти обратно под Б-плент. Вроде вернулся. Дерзкий. Здорово, говорит Рескебоб. А я с другой стороны пришел. А ты меня не ждал. Ну да, тут еще в Ашанжез есть секретки. Вопрос, будут ли к нему готовы, пока не чекаются. И все-таки дерзкий забирать Ашанжеза. Да, не пошло по иму, к сожалению, у Ашанжеза в этой ситуации. Перетягивается Фентукей на приемку Б-планта. Он здесь пока один. Флейми на улице вообще с Дегловым воюет. Ну а феномен так и остался пока на рампе. Ну остался уже отдыхать. И бомба ставится по итогу под А, по всей видимости. Ну да, есть информация по Флейми. И, видимо, будут его пытаться выбить. Тут уже Бриллиант направился за ним. Ну и без особых проблем. Пять в ноль щипачи забирают очередной раунд. Ну вот как раз-таки давайте и проверим. Прямо сейчас действует ли этот самый синдром пятого раунда. Точнее шестого, наверное, правильно называть. Или синдром пяти раундов. Синдром пяти раундов будет правильнее. Ну, фулбай есть у Сайбершоков. Конечно, раунд надо забирать. Потому что, ну, пять раундов они отдали уже стороне атаки. Обычно, ну, на нюке такое 10-5 сыграть. Это такой дефолт, от которого можно за защиту двигаться. Но пока что щипачи уже набрали вот этот минимум раундов, который им нужен на нюке, чтобы за вторую сторону себя плюс-минус комфортно чувствовать. Вопрос только в том, получится ли у них теперь набрать еще больше раундов. Ну, и здесь, может быть, возможно, я предполагаю, вот эта история о том, что Сайбершок заканчивали нюк за КТ и продолжили нюк за КТ. То есть после такой карты тебе, знаешь, хочется прям пойти, вынимать лица соперникам, а ты не можешь, ты за КТ. Тебе нужно стоять и принимать. Хотя, опять же, агрессия на улице от Сайбершок была бы вполне уместной, как мне кажется, если бы не ее проявляли иногда. Ну, Риски Боб один раз решил в соло подсесть там под синий ящик. Ну, неудачно, да. Да, по итогу в спину получил. То есть я раз в ангар перестроился. Риски Боб, Дерзкого уже пропустили. Была информация, должна была быть с мейна, что был дроп. Ну, Кенхи и Файн вдвоем распетляли всю улицу. Феномен с АВП с секретки даже и не открылся. Да, но при этом Дерзкий у нас стоит, чекает душевую. Ну, это мое почтение, как говорится. Да, замечает оппонента, ну и просто забирает его. Тем временем Флейми еще и забрал Файнета, Бриллиант забирает Шанджетса. И остается один Флейми против четверых игроков атаки. Ну и не получается забрать этот раунд. Опять 3-400 лус-бонус и... Хорошо, синдром шести раундов проверим. Тем более, что Сайбершок берет тайм-аут. Есть что обсудить парням с такой экономикой. Как теперь пытаться ломать эту систему щипачей. Потому что, ну... Они пока делают вообще все, что хотят по карте. Ну да, ну в принципе Сайбершоки пытаются отыгрывать от такого дефолта на нюке. То есть засели на дефолтные позиции. Просто пытаются не пропускать оппонентов. Ну да, вот как ты отмечал. Какую-нибудь бы агрессию придумать. То есть они слабо файтятся за улицу. Да, там феномен пара раундов походил. Со скаута попростреливал. Но это было все. То есть... Мы вспоминаем, например, нюк от... Ну, например, Webster's. Когда стоит... У тебя ЗНХ, например, со скаутом или с АВП. И у него в Хлпи еще есть бокс, который ему пылесосит скалу. Сканирует смоки. Там еще третий номер играет с девятки. По этим смокам, чтобы в секретку никого не пустить. То есть очень плотно за эту позицию обычно коты берется. Но вот, наконец-то, агрессия от Рискебоба, Которая заканчивается тем, что он отлетел в таверну. А почему один? Наверное, слишком переагрессировал Рискебоб в этой ситуации. Потому что, ну, да, получилось занять так быстро за красным позицию. Ну, будто бы стоило и оставаться за этим красным. То есть и от него уже пробовать отыгрывать фраги и делать. Ну, просто, коль он уж раз решил дальше давить за красный, то, наверное, надо это с разменом делать, а не просто в соло. Ну, да, типа тиммейта какого-нибудь еще позвать вместе с собой, чтобы он с ангара почекивал. Так, Кенхи забирает еще и Шанжи за Флейми. И Феномен остается вдвоем. Один на А, второй на Б. Да, но при этом Флейми уже сильно битый. 44 здоровья у него осталось. Дерзкий в девятке есть. Ну, вдвоем на, вдвоем на решили играть в Сайбершок. Пытаются угадать. Флейми, причем, сделает, ну, первый фраг. Ну, Феномены, естественно, доедают. Опять же, не часто увидишь игрока с чешкой. Ну, да, 7-0. Тем временем у нас на карте. У Сайбершока фулл бай. Дерзкий 11 на 2. 11 на 2. Ну, идет очень бодро. Ну, в принципе, тут... У Дерзкого смертей ровно столько же, сколько у Фентукея, Риски Боба и Шанжи за Киллоу. Ну, да, есть такой неприятный момент для Сайбершоков. Ну, то есть, видимо, тайм-аут не повлиял ни на что. Не знаю, в каком-то раздрае находится Сайбершок в сегодняшнем игровом вне, к сожалению. Да, Дерзкий уже промутился в секретку. И там вообще никто не помешает ему творить все, что он захочет. Хочешь, проходи на эту рампу. Хочешь, иди куда-нибудь в винты пода, которые тоже никто не чекает. Здесь нужно еще рампу пройти. Флейми, шашлычок оформляет. Дропается под Б, тут же летит Молик. Пытались его оттянуть. Ну, хокс, внимание. Феномен забирает Зика с бомбой. Феномен еще и Файн это сбривает. Ну, вот этот раунд, мое почтение. Как говорится, два АВП сыграли так, как должны были. Сыграть, по всей видимости. Ну да, каждый по два фрага сделал. И, в принципе, остался один Дерзкий, который пытается пройти по улице и найти какой-нибудь фраг. Минута на камере осталась. Нашел контакт с Дерзким, точнее, с Рескебобом. Ну что, с почином Собершок первый раунд. А может быть сейчас и 7 кряду взять, и 8-7 закончить? Почему бы и нет? Ну, слушай, вполне возможно. Деньги, в принципе, позволяют это сделать. И, как нам показалось, два АВП на рампе. Ну, творят чудеса. Да, ну и, конечно, шашлык от короля рампы Егора Васильева тоже имел место быть. Так, ну, тем не менее, экономика у Щипачи... Не сказать бы, что прям приятная, учитывая то, что они 7 раундов взяли подряд. Ну, не так много денег ископили. Единственное, у Дерзкого есть 8 тысяч. Так, агрессивно мутится под флешки в мейн. Его заметили за синим. Гриский Боб. Ну и Хеллпад феномен, естественно, не заставил себя долго ждать. Ну да, переагрессировал немного Дерзкий. Тут еще Файнета забрали. Ну и начинает уже атака сыпаться. Ну, посмотрим, как в этой ситуации Щипачи доиграют. На Анубисе было 2 в 5, пока 3 в 5. Видимо, нужно еще потерять кого-нибудь из тиммейтов, чтобы устроить нам тут опять истерику. Так, ну, есть один свачок у Бриллианса. Он находится достаточно далеко от команды. Пытаются улицу пройти из ИК с Кенхи. Ой, обидно, промоку феномена. Дал по себе информацию. Ну, тут уже за пустые, за красным будут пробовать забирать. Тем временем Бриллианс у нас пытается зайти под А, расчекивает позиции. Так, а у нас кто-то есть. Ну да, тут у нас Фентукей вместе с Шанжизом. Пытается сдушить АВП, он просто кидает себе смачок. Пропускает в ангар 35 секунд. Бриллианс тоже спалился. Ну и понятно, куда теперь должна выходить атака. Кенхи не поверил, что не забрал своего соперника. А это бомба на улице в соло! Ну, тут уже начинает Зика подходить к своему тиммейту. Но все-таки пачку выбивают. И будут ее сейчас контролировать. Забирает Флэйм и Зика. Тут Бриллианс делает фраг по Фентукейу. А успеет ли пачка дойти до Планталов, в чем вопрос. Потому что Шанж из Зика тут забирает. Из Скрипа. Ну да, тут еще Риски Боб сейчас откроется с девятки. Ну и просто заберет Бриллианса. Второй раунд подряд уже забирают Сайбершоки. Ну, решили немного сломать систему Щипочи сами себе. То есть начали поджимать агрессивно мейн. Вместо того, чтобы пройти под смоками секретку, как они это делали, 7 раундов подряд. Решили скреативить. Ну, креатив не сработал. Сайбершок молодцы. Уже 2 раунда подряд забирают. Ну, слушай, даже если они сейчас отдадут 5 раундов, точнее 6 раундов Сайбершоком, то в принципе, ну, сильно эта ситуация не усугибит для Щипочи. Потому что, ну, они начнут за защиту со счетом 8-7. А это достаточно хороший счет. Ну и файна тем временем уже находят опенфраг по Флейме. Видимо, агрессия на рампу была. И вот, да, все. Не ломайте то, что работает. Файнет еще Шанч забирает и сильно по Рескибову попал. Ну, тут атака спокойно выходит потихонечку под секретку. Рескибов слишком битый для того, чтобы надеяться на много фрагов. Это замещает 2 оппонента, забирает Кенхи. Ну, дальше уже не получается ничего сделать. Начинают заход под Б. Тут уже Феномен готов принимать своих оппонентов. Ну, и Финт Окей остался пока что под А. Ну, тут есть с кем пофайтиться ему на самом деле, потому что Файнет стоит. Стоит, смотрит перетяжку через Крип. Бриллиант заходит через Вилку. По Феномену нет пока еще информации. И будет решение все-таки идти в Б или Ва. Ну, и Финт Окей остается последний игрок Сайбершока в живых. Ну, тут, да, приходится уходить на сейв-девайсов, потому что, ну, в экономике закрепиться вообще никак не получается. Ну, при всем при этом Щипачи надежно пытаются дограть раунд, то есть пока все не прочекают, бомба не ставится. Ну, и Финт Окей придется идти, да, как ты правильно сказала, сейвить единственную эмочку на следующий раунд. Хотя у Рискилова 4 450 и, наверное, это будет АВП для Феномена. Ну, да, никак не могут справиться даже на нюке с атакой Щипачей, ну, просто никак не идет. Что на Анубисе? Это какая-то принципиальная битва просто, и Щипачей именно против Сайбершок. Как будто вот парни игру жизни играют сегодня. Ну, мне это достаточно, ну, доставляет удовольствие смотреть на такую игру от Щипачей. Играют достаточно хорошо, то есть вообще Сайбершоком не дают, и по стрельбе у них все отлично идет. Это, знаешь, такая история, когда команда, ну, не слишком хорошо играет, там, групповую стадию, да, у них статистика 0.4, но в какой-то момент она должна кого-то обыграть. И вопрос, кто станет этой жертвой, этого счастливого дня для команды Аутсайдера в паре. Ну, слушай, довольно приятно смотреть, когда по ходу турнира команды апаются в своем скилле. Не, я к тому, что это может быть разовая акция от Щипачей, и больше такого не повторится. Будет еще такие акции, но у них остались игры против Вебстерс и Форвард, по-моему. Ну да, то есть там сильные коллективы, поэтому явно так просто не будет, как это было на Анубисе. Ну и как пока на Нюке. Так, а тут агрессия на рампе уже от Флейми с тиммейтом принесла свои какие-то плоды. И большинство пока для Сайбершок в Фентукей винтах пропускает одного-второго. Да, Малик закидывают, но, да, не получается его выжать, дерзкий, забирают все-таки Фентукей, а при фаером причем. Ну, в принципе, логично максимально, потому что, ну, а где ему стоять, не в Малике же. Ну да. Феномен. Так, Феномен. А не 22 хп всего лишь. Кенхи заметил оппонента на Вилке, по всей видимости. Феномен тоже инфа прошла. Ну, 2 в 3 Феномен уже отсюда точно не уйдет. Ну да, тут с аквариума, возможно, его зачекают. Тем более, есть по нему информация. Ну, не получается ноускобом забрать Кенхи. Так, Шанжес, 6 хп. Ну, попал, конечно, по дальнему оппоненту, но раунда это не принесло. 9-2 щипачи на своем пике за Т-сторону. Играют очень плотно и уверенно. И это даже больше относится, наверное, к дерзкому и Кенхи, потому что у остальных, как бы, ну, вот, Зика, Бриллианс, по 6 фрагов, у Файнета 9, а вот дерзкие Кенхи вдвоем тащат всю свою команду за собой. К 2-0 против Сайбершок. Это вообще что? Я до сих пор в шоке, если честно. Но, опять же, это еще не 2-0. Тут еще до 2-0 еще, как бы, играть-играть. Ну да, тем более при смене сторон нередко такое случается, то, что одна из команд просто выпадает. Ну, в принципе, как мы это видели и на Анубисе, Сайбершоки вели за одну сторону, поменялись, стали за защиту и просто, ну, все полетело. Ну, там не то, что она выпала. Там вот прям отстегнулась и как будто от самолета отцепилась. Как будто парней на этом, на карте не было за вторую половину. Ну да ладно, 2-кабая Сайбершок. Деглы иногда умеют плотно попадать. Мы это видели. И от Сайбершок в том числе. Ну да, надеемся то, что все-таки получится взять раунды, но потому что 2-9 уже не сказать бы, что и смешно. Так, Флейми пытается какую-то агрессию номинальную проявить. Играет под смоками. Готовы ли к нему под развеивание сейчас оппоненты? Шайнжа с тем временем поджимает будку. И дерзкий подхолповал тиммейту. Файнет сбривает Шайнжа в поджиме будки. Там есть еще и второй игрок. Но Феномен свой фраг нашел. Тем не менее, пока только Кенхи потеряли, но при всем при этом по-рески Боба уже есть инфа, поэтому Файнет его спокойно забирает. Но Фентуке остался один на Апланте грустить. Ну да, слышат своих оппонентов, готовятся принимать заход, но тут просто Бриллиантс выходит и забирает Фентукея. Ну что, 10-2 в бай-раунд для Сайбершок. Если проигрывает этот, то на 11-2 опять же будут играть какой-то 2к бай. Скорее всего, чтобы потом в случае поражения и в нем на последний раунд первой половины были деньги. Но нужно брать этот прямо сейчас. Ну это правда, потому что ну хотя бы 10-5 закончить первую половину для Сайбершоков будет отличным мувом. И потом просто взять пистолетку за вторую сторону и там дальше по накатанной добрать раунды. Флейми опять же пытается его оппонент подразвеивание смоков играть. Тут кто кого быстрее унюхает. Бриллиантс или Флейми. Хорошая ха... Ладно, нехорошая хаэшка, я понял. Ну, ситуативно и по логике была хорошая хаэшка, но то, что ее зафейлил Егор Васильев, ничего страшного там нет. Риски боб забирать дерзкого. Вот и агрессия на улице Кенхи. Дропнулся под мейн. Бомба выпала. Феномен отработал свой фраг на улице. Ну да, и тут уже надо думать о том, как забрать пачку из-под контроля оппонентов. А тут и Фентукей делает фраг по Кенхе. Слушай, так это может быть вообще чисто раунд для Сайбершок, потому что и хп они потеряли. Подожди, два в пять. Все молчу, все молчу. Подожди. Я молчу. Вспомни Эншент. Я молчу. Ну, Анубис. Анубис, да. Да нет, ну нет же. Ну, это же невозможно. Тогда мы тоже думали то, что это невозможно, но щипачи показали то, что абсолютно все возможно. Ну все, ЗК один остался. Ну кому? 7 секунд до конца раунда. Все, что тут уже сделаешь? 3.10. Важно, раунд для себя Сайбершок забирают. Прямо сейчас сломать экономику, конечно, щипачам не получится. Денег там до конца половины. А вот свою поправить было бы неплохо. И в принципе у них более-менее это получилось. Появляются два АВП у Сайбершоков. Будут, видимо, с рампы и с улицы отыгрывать с АВП. Ну и посмотрим, получится ли у щипачей прорвать эту оборону. Ну и пойдут ли они в принципе туда вообще. Вряд ли, конечно, будет. Есть понимание, что два АВП будет играться в этом раунде от Сайбершок. Но если вы спалите рампу с АВП, это будет не феномен. Но какие-то выводы надо будет сделать, по всей видимости. Ну, Фэйми готов принимать радио. Правда, пока что туда не сильно торопятся. Тут Дерзкий со своими тиммейтами пытается пройти улицу. В принципе, смачки лежат. Никто им помешать в этом не сможет. Единственное, феномен есть с АВП. Ну да. В секретке. Но тут его могут просто на размене вдвоем забрать. Да, вот как будто бы нет. Либо он промазал и отлетел, либо он... Ну, промазал и отлетел, ладно. Никаких либо, никаких сомнений. В винтах уже есть тиммейт. Фент окей. Спалил свою позицию. Будут давить толпой. Ну да, не получается сделать фраги, но при этом двух оппонентов неплохо накоцал. А Кенхи, по-моему, там еще и подзатыльник Зике дал. Или Дерзкому. Бриллианс по одному. Сайбершок пошли отдаваться. Зачем то. Ну и Рескиблоп остался. Последний игрок сайбершоков в живых. 3-10. Уже. Уже 3-10. Кто бы мог подумать. Вообще так просто, так легко и непринужденно. Щипачи забирают раунды на этой карте. Ну, не идет сегодня у Сайбершок. Что поделать? Хорошо вроде начали Анубис. И потом прям вот как будто все. Просто выключился интернет. Кончились силы. Может быть у Сайбершоков сегодня еще какие-то официалки были до их матча в рамках нашего турнира. То есть мы когда смотрели за двумя матчами от форвардов. Потом на интервью Моу сказал, что мы до этого еще сыграли много матчей. И вот к второму быстроте в рамках нашего турнира уже как бы усталость была такая хорошая. То есть тут мы можем только догадаться на самом деле, что случилось с Абершоками после первой половины на Де Анубис. Пока же для них все очень печально. Ну, а для Щипачей все прекрасно. Это же тоже стоит отметить. Ну да, учитывая то, что команда, которая не так хорошо себя зарекомендовала в рамках таблицы нашего турнира по проигрышам и победам, сейчас просто делает какие-то чудеса на наших глазах. Стоило мне поверить в Сибершок. Я честно призываю, меня подмывало принципиально на Щипачей поставить. Я был уверен, что не проиграют сегодня. Ну, я сегодня тоже хотела на самом деле поставить на Щипачей. Ну, не знаю, просто хотелось. Ну, вот такое чувство, знаешь, было, вот надо на Щипачей поставить. Мне просто интересно, как будет Федя теперь перебываться в аналитике с его двумя баллами и логикой того, что как бы я просто против ставлю. А тут как бы два из двух прокнуло феномен забирать Кенхи за красным на улице. Тем временем большинство уже для Сибершок, минут 15 на таймере. Есть полгранат для прохода улицы у Щипачей, бомба, правда, не на руках. И, ну, пока не, нет, все, перестраиваются под раскидку улиц, по всей видимости. Да, но при этом у Сибершоков не так много гранат осталось. Здесь буквально две флешечки, один молик и один смог на отрезание своих оппонентов от захода на плент. Раскидка улицы на 50-й секунде. Здесь риски БОП есть на приемке секретки. Вопрос, насколько успешно получится продавить его и получится ли, в принципе, у Щипачей сейчас. Тем более, что и Феномен СВП перестраивается под ангар. Ну, а так, кстати, сделал вид, что вышло под улицу. Феномен под свой фраг по Файнту находит. И должно быть понимание у Сибершок, что это будет не секретка. Ну да, Шанжес готов принимать своих оппонентов. Уже видел раскидку. Тут подгорели немного игроки. Ну что, это дроп-винты, и там риски БОП будет урожай собирать. Так, ну тут Шанжес воюет вместе с Фентукеем. Но все-таки, да, Сибершоки забирают последний раунд первой половины. Ну и заканчивается он со счетом 11-4 в пользу Щипачи. Ну, в концовке хоть какие-то раунды смогли для себя Сибершоки взять. В принципе, для Нюка, наверное, 11-4 это еще терпимо. Это не катастрофа. Это пистолетка плюс два раунда, это уже 7-11. Ты еще один байраунд берешь, это уже 9-11 по факту. А может быть даже и 10, и почти ничья. И уже как бы, ну, не такое прям большое преимущество было у Щипачей. Но это все, если ты берешь пистолетку и два следа. Ну да, тут очень много будет зависеть сейчас от пистолетки. Если Сибершоки ее забирают, то, в принципе, возможно, и какая-то интересная битва у нас. Ну слушай, как будто бы у меня есть внутреннее ощущение, что Сибершоки сейчас возьмут пистолетку. Не знаю почему. Не хочу накаркать, конечно. Я сейчас, ну, уже просто перестану удивляться вообще всему. Ну, хорошая раскидка от Сибершока, они подготавливают свой выход под Аплэнд, поэтому... Слэмми минус два просто на халяву вешает, третьего тоже видит. Ну, чуечка в этом плане меня не подвела. Но все-таки делают минус два Щипачи, тем самым уравнивая количество игроков на карте. Ай, Файнет рано спалился. Ну да, задетектировал двух оппонентов, но не получается перестрелять никого абсолютно. 5-11. Это начало камбэка. Ну да, взяли пистолетку, тут вопрос, что будут делать Щипачи, если сейчас зафорсятся и проиграют этот раунд, то там, глядишь, и вправду догонят в Сибершоке. Слушай, если вот в КС Гоу Флэмми так разваливает с Глока, представь, что он будет делать в КС 2, где Глок это, ну, это имба. Это просто сумасшедший пистолет. Я надеюсь, в будущем на наших турнирах по КС 2 мы узнаем ответ на этот вопрос. Хотелось бы, хотелось бы. И Флэмми там тоже увидеть хотелось бы, как и всех его тиммейтов. Ну что, фулл пистолетные Щипачи играют не в Форс Браунд. Это интересный муф от них. Непривычный, наверное, но очень строгий и дисциплинированный. Ну да, решили стакнуться просто под Б-плентом. Пока что Сайбершоки не догадываются о том, кто их тут ожидает. Они туда, в принципе, не собираются выходить, насколько я понял. Через улицу будут, видимо, рампу играть. Ну и там уже решать либо в 9, либо в рампу додавливать. Ну да, проходит уже ангар и начинают потихонечку выдвигаться. Ну, в принципе, могут попробовать и на А зайти, я думаю. Ну, я думаю, понимание должно быть у Щипачей у Сайбершок, что если вы по улице прошли, и вас никто даже не пикнуть не решился, то, скорее всего, это все-таки стак под Б. Ну, возможно, и стак под А, просто никто не пикает. Тоже такое может быть. Ну, посмотрим, как дальше пойдет игра. Ну, пока что Феномен занимает вместе со своим тиммейтом девятку. Ну, и сейчас будет уже понимание того, что на А никого нет. Да, абсолютно пустой план для Сайбершок. Только ветер гуляет и свистит на наушниках. Спокойно абсолютно они сейчас поставят бомбу. И я думаю, что труда довести этот раунд до победы и даже, может быть, без потери девайсов не составят сейчас для Сайбершок. Ну да, слышат поставленную пачку Щипачей. Тут сейчас вопрос будет о том, что же они придумают сделать. Потому что, ну, сейвить, очевидно, смысла вообще никакого нет. Нужно идти на выбивание девайсов. Да, вопрос только куда пойдут. Пока решили через радио все-таки играть. Ну, допустим, вывалиться в пятером избудке. Почему бы нет? Ну да, тут на Фентукея можно наткнуться. Вряд ли получится ему забрать всех оппонентов. Скорее всего, кто-то, да, убьет его. Ну да, все-таки двоих тиммейтов разменяли на одного Фентукея. Плюс выбили дроп. А тут еще Флейми на улице видит одного, второго. И отлетает от дерзкого, который его просто с Юспа затыкал. Ну да, если дадут, еще один дроп заберут. Но тут риски-боп. Пытался олимпийцу прыгать. От соперника на ней получилось. 6-11. Ну, как раз-таки вот сейчас тот самый раунд для щипачей, который покажет. Все-таки готовы они за защиту заканчивать или мы увидим ничью временную? Ну да, будет очень интересный и важный раунд сейчас. Сыгран для щипачей. Слушай, мне кажется, это какая-то кармическая история. То есть, по логике, Сайбершоки сейчас должны забирать все во второй половине. То есть, как щипачи взяли все раунды за атаку на Анубисе, так Сайбершоки сейчас должны забрать все раунды за атаку на Нюке. Как будто это будет закономерно. Ну, посмотрим, как оно пойдет. Ну, может быть, не все, но Сайбершоки, я думаю, должны эту карту собирать себе. Так, ну, тут Сайбершоки решают пройти уже через секретку. Тут их будут встречать Файнет вместе с Дерзким. Уже есть информация по оппонентам. Откидывается ответный Молотов. Так, а там никто не горит в этом молике, что ли, от атаки? Это плохой Молотов, парни. Учите новый. Так, Файнет замечает одну, вторую голову. Попадает по Феномену, но не получается его забрать. Тут подходит Файнет на Хлоп. Он забирает Феномена. Вот это хороший мув. Фентукей не получилось все-таки добрать. И уже 3 в 4 остается Сайбершоки доигрывать этот раунд. Да там еще и Фентукей забирает Дерзкий. Ну и, в принципе, все. Атака захлебнулась 2 в 4. Задатали девятку. Флэмми бит на половину. И Кенхи на выпаде. Из дефолта забирает как минимум одного соперника. Второго туда же отправляет. 12-6 двухкратное преимущество Щипачей. У Сайбершоков денег на полноценный байраунд нет. Ну да, это печально. Придется 2кб отыгрывать. Ну тут уже как повезет. 6-13, конечно. Ну очень, очень, очень. 2кб? Очень. 2кб? Извините. Это закуп на фулл на 6-12? Извините, я что-то сказала не то. Они проигрывают этот. Это 6-13. На следующий денег нет. Это 6-14. А Финтукей очень сильно програет молики. В итоге его ЗК забирает. Забирает еще и Ханжиза. Остаются втроем. Игроки Сайбершока. Я отказываюсь вообще понимать хоть что-то. Я, конечно, не сомневаюсь, что могут этот раунд и взять Сайбершок, на самом деле. Потому что уже 2 в 3. Но просто само решение, оно очень рискованное. Безумно. Держки. Видел же голову. Видел голову в ангаре, братик. Видел. На радаре должны были подсказать. Да, но все-таки боится против двух игроков. Он знает, что у них калаши на руках. Сильно открываться. Да и нет. Сейчас, если Держки их обоих похоронят, то это все. Это можно... Не знаю, что делать. Можно. Расстраиваться фанатам Сайбершок. Как минимум. Так, ну Держки. Кто кого перетерпит по итогу? Кто под кого первый откроется? Ну, пока очень много ходят Сайбершоки. Видимо, ждут какую-то активность Держкого. И выходит Флейми. Ах, не пошло по стрельбе. Ну да, под двоих открылся, поэтому не получилось забрать. Ну, как спреить с девятки Сэмки на такой дистанции? На что ты надеешься? Ну, я хочу заметить то, что решение закуп под ноль на 6-12 оправдало себя. Это было очень опасно. То есть тут, конечно, Сайбершок чести хвала, что они решили так сыграть, и у них это получилось. Но опять же, денег-то как бы там немного осталось после даже этого закупа и взятого раунда, потому что бомбы не было. Да, но при этом у Щипачей нет абсолютно никакой экономики. Единственное, Кенхи закупил себя Фамос. Остальная команда будет отыгрывать с фулл Юспами. Ну, и опять же, вспоминая прошлый раунд, если бы Дерзкий не открылся и Ширакуни не начал бы шить прям в откровенную соперника Глиша, раунд бы мог и взять. То есть Киоп уже промутился в плей-ант, а тут Юспик. Ну, Фентукей подстраховал, еще и ЗК забрал. Вырыв от Кенхи. Единственный девайс с Щипачейми уже потерян. Ну, и в принципе, все просто. Да, остался один Бриллиант с деглом. Ну, тут, да, уже Шанжас ожидал этого выхода. И уже 8-12. Четыре раунда отделяют Сайбершок от Щипачей. Ну что, Теткин стоит признать, опять же, что решение Сайбершок закупаться на 6-12 принесло свои плоды. Экономика стала гораздо приятнее, раунды берутся. Но у Щипачей с экономикой наоборот. Все печально. Закуп практически под ноль, причем не полный пул гранат. Ну да, учитывая, что они так много раундов брали, с экономикой вообще не очень дела обстоят. Так, ну и посмотрим, как Бриллиантс будет отыгрывать с Ангара. Риски Боба уже неплохо так пробили. Фентокей со скалы никого на улице пока не найдет, потому что все в глубоких позициях. Файн тоже поджимает секретку. И может там фраг найти для себя. Да, они пытаются Риски Боба один отыграть улицу, но тут пока что никто особо не смотрит его. Единственное, есть Бриллиантс, который с Ангара подчекивает. Аккуратненько так проход в мейн. Так, ну пошел смог на улицу и, видимо... А, ну там дропнули смоки. Фентокей сам раскидал всю улицу с одного спота. Тоже приятное умение. Молик секретку полетел. Отогнали. Файн это. Да, ну тут все-таки Бриллиантс сыграл свое и забрал в смоки, причем Риски Боба. Зика проигрывает дуэль Шайнджезу. Вилка пробита. На Б-планте только Файнет, который из секретки перетягивается в аквариум прямо сейчас. И больше хелпы никакой абсолютно у него нет. Да, ну причем Сайбершоки пока что не торопятся проходить под Б. Решили пока что втроем оставаться под А. Тут Файнет делает фраг, но его быстро разменивает Феномен. Так, ну Фентокей должен отрезать перетяжку через винты. Получится ли это сделать? Получится. Дерзкий отлетает в таверну. Два в три. Кенхи на разуме не успевает. Ну теперь уже можно винты пройти. Бриллиантс будет играть с вилки. Нужно тиммейта дождаться. А вот это было грязно. Это было очень грязно. Дефюс китов нет на руках. Правда, скорее всего они на файнате лежат прямо сейчас. Тут Флейми готов к выпаду от соперника. Но дуэль он свой Кенхи проигрывает. Феномен один против двоих с двумя флешками на кармане. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Да, ну слышит одного своего оппонента. Забирает Бриллиантса. Остается один Кенхи, кидает хаешку и просто дефюзит. Это гений. Откуда у него эта хаешка в кармане взялась? Кто мне скажет? Ну правда без китов. Но в принципе не суть важный. Так времени хватает у него, чтобы взять 13-й раунд для своей команды. У Собер-шок, конечно же, деньги еще на байраунд есть. Но при всем при этом счет далеко не самый комфортный для них. Ну тут да, если сейчас проиграют в Собер-шок этот раунд, то это может быть и 15-й для Щипачи. Потому что на следующий раунд у Собер-шоков просто денег не будет на бай и придется уже что-то придумывать. Кто бы мог подумать, что в конце сегодняшнего вечера Щипачи будут в трех раундах от 2-0 в матче против Собер-шоков. Заку под ноль у Собер-шоков. Ну здесь раунд за 2. Раунд за 2, раунд за 15-й. Для Щипачей прямо сейчас. Интересно, что они придумали на таймауте. Ну придумали, чтобы Бриллианс отлетел от феномена просто. На улице. Ну да, быстро разыграли улицу, забрали Бриллианса. И уже дальше можно пробовать от этого отыгрывать. Только-только Дерзкий отправляется Щипачек в секретку. Так, а тут Ангар и Кенхи на Чуечке остается за красным доигрывать. Но он, правда, фокусит заход в мейн. Он не думает, что так близко будут соперники к нему. Так, ну причем сейчас могут Кенхи-то и забрать. Замечает одного оппонента. Вот еще в душевой подходит к мейн. Ой, как красиво сейчас может быть. Кенхи, есть первый фраг. Зика. Отлетает от Шанчза моментально. Шайнджес. 701 хп. Откидывает себе смачок. Но он тут один. Да, тиммейты никак не могут холпануть ему. Поэтому... У-у-у! Последним патоном! Все-таки забирает, да! Это было жестко. 3 в 3,50 секунд. Бомба на улице. Секретка начинает играть. Это Дерзкий с Фамасом. И по идее заход под Б, если только через винты. Ну атака, видимо, будет до Талава играть. Потому что больше разворачиваться особо некуда. Откидывает Молик в секретку. И начинает уже занимать позиции на Асаде. А тут, в принципе, нет никого из опорников. Ну тут, если только у Щипачей по стрельбе пойдет, тогда получится этот раунд взять. Потому что гранат нет. Герзкий уже подмутился. Заметил оппонента. Забрал АВП. Это неприятненько. Флейми на размене. А тут Кенхи уже с девятки играет. Замечает Флейми. А вот это было неприятно. Фентукей хоронит двоих в этом выпаде. Немножко рассинхронно сыграли здесь Щипачи. Отдали девятый раунд Сибершокам. Вот казалось бы, один раунд не хватает. Вот один взять раунд Щипачам и все. Экономика плохая у Сибершок. Соперник там в раунде в двух от поражения в матче. Но вот именно этот раунд Сибершоки каким-то чудом всегда берут. Ну да. Осталось совсем чуть-чуть. Для того, чтобы Сибершоки смогли нагнать своих оппонентов. Буквально четыре раунда. Все больше и больше приближаются к тому, чтобы один-один сыграть. Ну фанаты Сибершок верят. Топят в чате за свою команду. Четыре раунда ничьей. Но там, глядишь, может быть допы. А может быть даже и карту взять просто так получится. Не доводя до пятнадцатого. Ну нюк без допов. Это, конечно... Деньги на ветер? Деньги на ветер, да. Так. Атака решила контактно подойти под мейн. Опять же играть через улицу. И на сей раз пассивно Щипач играют. Но что им еще делать с пистолетами? Ну начинают потихоньку занимать ангар. Тут подтягивается файнет в девятку. Будет расчекивать, кто же там пробирается по улице. Так. Шайнджес. Ну понятно, что будет фаниться из-за КТ, из-за всей позиции. Очень много спотов нужно проверить. Шайнджесу сейчас, чтобы попытаться комфортно пройти. Ну да, очень аккуратно сайбершоки проходят позиции. Но идут прямиком в капкан к Щипачам. Ну да, есть некоторые минусы к этой тактике. Замечают оппонента. Тут файнет это могут не прочекать. Но тут вопрос, насколько у него по стрельбе пойдет сразу. Ну да. А, не заметили. Но файнет свой фраг дает. Собирает калаш. Большинство на 30-й секунде. Флэмми на размене минус ЗК. Флэмми спалили. Но его будут пытаться фокусить, держать. Тут Бриллианс еще перетягивается через малые. Флэмми не выпустят. Бомба. Где? Бомба под Б проходит. Уже будет ставиться. Тут Флэмми делает минус 2. И добирает Бриллианса. И уже 10-й раунд за сайбершоками. Флэмми квадрокилл от Егора Васильева. Ну, слушай, я не знаю. Ему можно вообще ничего не покупать. Просто глок в руки и пошел убивать. Ты посмотри на это. В него тут пытались заспанить, он просто... Но! Но! Все. Два товарища откисают. Ну да, фулл бай у обоих команд. Ну, прям страсти накаляются с каждым раундом. Ну, опять же, тут фулл бай для щипачей такой, который может на 12-13 их вывести. Ну, в принципе, твоя правда. Ну, качельная, качельная. Вторая половина, качельный нюк. В принципе, мы этого и ожидали. Не удивлюсь, если будут допы. Ну, для этого щипачам нужно 15-й взять хотя бы. А тут не все так просто. Тайминговый молек от Бриллианса. Хороший молек. Много там, кто прогорел. Шайнерс, правда, файн-то забирает. Дерзкий. Ой, как неприятно и неудобно. В рассинхронном сыграли щипачи в этом раунде. Да, ну и продолжают под Б идти сайбершоки. Тут уже подтягивается Бриллианса принимать своих оппонентов. И тут на хлопу еще и Кенхи подходит. Но здесь уже щипачам фокуса не хватает, потому что сейчас Бриллианс пошел один. Ну, то есть они хотят закончить прямо сейчас. И настолько сильно хотят, что начинают вот такие вот пики делать. Потому что Феномен просто заходит и при фаере вырубает еще одного соперника. Ну, остается один Зика с Аймочкой. Тут рядышком Флейми ходит. Пять в ноль. Сайбершок берет раунд просто потому, что к ним на прицел вышли оппоненты. Все как в тире по одному. Ну да, видимо, щипачи почувствовали какой-то силы и стараются просто... Ну, не такой фокус игры имеют сейчас. Они слишком хотят закончить эту карту. Но через чур хотят закончить. Оно понятно. Выиграть 2-0 у сильного соперника это всегда приятно. Но фокус терять, конечно же, не стоит ни в коем случае. Ну, посмотрим, как сейчас пистолетные щипачи отыграют. Ну, видимо, будут пробовать быстрый ран соорудить уже. Хотя... Так, Финтуке, по-моему, заметил. Вот в поджиме красного заметил оппонента Зика двумя пулями отправлять Финтуке отдыхать. Это было больно. Да, тут Сайбершок полностью. Отдают мид своим оппонентам. Единственное, тут Риски Боб подчекивает. Но его сейчас могут толпой забрать, если на него ни один бриллиант будет выходить. Да вот толпой они не пошли. Они уже под Б развернулись. В этом-то вся проблема для щипачей. Пока не проблема для Сайбершок. Риски Боб еще языка забирает. Ну, а бомба теперь может разворачиваться куда угодно. Правда, если ее Кенхи сейчас сбреет на нуле, будет неприятненько. Да, но Кенхи решает все-таки не открываться. Да, и Сайбершоки пока с пачкой не торопятся куда-то идти. Кенхи. Ну, может сейчас свой первый контакт здесь найти. Хотя, очень таймингово Сайбершок от него разворачивается. Кенхи не пошло по эму. Фраг для Флейми. Файн это дерзкий. Вдвоем остаются. Оба играют на Б-планте. Ну да, вдвоем Аквариум стакнули. Будут оттуда принимать оппонентов. Ну, пока что Сайбершоки не торопятся выбирать плэнт. Но, судя по всему, будут пробовать мейн проходить. Слушай, ну против двоих-то уж можно было собраться в четвером и просто в одну точку вывалиться. Ну, это тоже правда. Тем более, есть информация о том, что у них пистолеты на руках. Ну да, то есть вы играете против деглов. Там, 5-7, не знаю, по 250. Денег в вагон. Просто вывалитесь в одну точку и... Либо угадаете, либо не угадаете. Ну, как-то даже если не угадаете, ну уж 4 в 2-то разменяться можно. Против пистолетов. Ну, все равно максимально аккуратно пытаться в Сайбершоке отыграть этот раунд. Да и тем более, уже счет, ну, максимально близкий становится к щипачам. 12-13 будет после этого раунда. Так, ну что, пойдут, по всей видимости, все-таки за девайсом на скалу, либо на улицу. Ну, там... Кто у нас? Фентукей на скале от Кис? А, ну там уже все. Там занят. Там ничего вам не достанется, господа хорошие. Ну, только если риски Боба не заберут. Ну, не факт, что с него дроп упадет вниз. Сейчас Дерзкий как будто бы понимает, что там есть соперник. Фоксит эту позицию. Файнл все-таки отлетает от компонента. Так Дерзкий пытается риски Боба забрать, но ничего не получается. Ну что, 12-13. Чипачи дали закрепиться с Сайбершоком по экономике. С деньгами у них все здорово, великолепно. У самих пока хватает только вот спустя два раунда на полноценный байраунд. Но это очень важный барон сейчас, потому что, проиграв этот, они могут уйти на 14-13 уже не в свою пользу в случае поражения еще и в 2 кабае в следующем раунде. Да, выходят за красные Сайбершоки. Тут Азика будет подсчитать выхода оппонентов. Но пока что опять Сайбершоки играют достаточно медленно раунды. Тут уже каждый раунд на счету. И Сайбершоки начинают очень подушивать своих оппонентов. Зика находит феномены на улице. Опенфраг. Щипачи не всегда умеют такие ситуации доводить в свою пользу. К сожалению. Тут уже проходят улицу, идут под секретку. Встречать их там никто не собирается из команды Щипачи и спокойно уже будут отыгрывать. Ну хотя Бриллианс замутился в винты и все-таки будет играть своих оппонентов. Так, Зика перестроился вообще под КТРСПУ, чтобы не пропустить под 9 или на 9 своих оппонентов, боясь, что вдруг пойдут ангарну. Отдача улицы, но и понятно, почему так перестроился. Риски Боб заметил, по-моему, оппонента. Бриллианс дает инфу своим тиммейтам. Парни, ждите винты, либо хелпуйте на Б. Ну да, быстро перебрался в сайт Бриллианс и будет вместе с Файнетом, если что, принимать этот заход. Вопрос, примут ли? Есть... А, нет смоков у атаки. Ох, а вот это печально. Ну, Бриллианса раздергали, Файнет дал размен. Правда, сильно битый Фенту Кейн. У него 14 хп всего лишь остается. Дает поставить бомбу. Ну, 4 в 3 остались Сайбершоки доигрывать. Там Флейми через улицу мутится в спину. Вот это очень неприятная позиция будет для обороны. Потому что Флейми там, по-моему, не читается вообще. Послышали. Ну да, это Флейми вообще не мешает никак. Там все-таки забирают Флейми и идут дальше. Ну, 2 в 3. Выбивать. 2 в 3. Шайнджес в аквариуме, его тиммейт под мостиком. Да, но при этом Фенту Кейн очень битый. У него 14 хп. И Герцкий его забирает. Остается 1 шайнджес. Просто дефьюзят бомбу. Хаешка! Хаешка! Да он успел его взорвать! Как? Это просто раунд имени Шайнджеса. Ну, то есть... Ты выходишь, ты видишь, как дефают твою пачку. Ты спреешь, понимаешь, что не забрал. И вместо того, чтобы последние 3 патрона дотыкать в соперника, ты достаешь Хаешку. Бросаешь ее. И как он успел? Подожди, а как он взорвался вообще? Вот полоска, которая была вверху, она же закончилась до того, как граната взорвалась. Ну, там, видимо, уже на миллисекунды шло. Поэтому казалось, что оно закончилось. Видимо, карма возвращает должок Сайбершокам за Анубис. Потому что... Ну, такие раунды, это прям феноменально. Ну да, 13-13 тем временем уже Сайбершоки все-таки смогли во второй половине сравнять счет. И уже, ну, прям... Интересно будет. Очень обидно будет с Щипачам. Я думаю, что этот раунд может их надломить, на самом деле, в плане доигровки Нюка. Тем более, что, опять же, 2КБ, это номинальный 14-й для Сайбершок. Ну да, тут вопрос в том, как получится разыграть Щипачам этот раунд. Потому что, ну, хотелось бы, конечно, максимально выбить хотя бы девайсы с оппонентов. Чтобы подпортить им экономику на будущие раунды. Ну, лично мое ощущение, что Щипачи отдают свой собственный Нюк. Конечно, тут есть заслуга Сайбершок, что они вот такие ситуативные раунды отыгрывают. Но не без доли везения, и как будто бы Щипачи, там, после старта КТ-стороны для них немножечко потерялись. Ну, то да, есть такое ощущение, когда они во второй половине отдали первый раунд. Ну, такое было ощущение, будто бы Щипачи начали слишком быть уверенными в том, что они заберут любой раунд вообще, который будет разыгран на карте. Ох, Зика, здорово разменял своего тиммейта. Подобрал АК-47. Кенхи пытается воевать с скрипом. Да, но причем по Флейме неплохо прилетает, 10 хп ему оставляют. Зика с Калашом теперь у нас будет отыгрывать. Просто это не должно было быть 13-13. По всем законам, всего вообще в мире. Это должно было быть 14-12. Но Кенхи забирает Шайнш за в будке. И Алаверде от кармы для Щипачей? Пока. Три девайса, конечно, еще есть на руках. И Флейме с АВП стреляет что с 10 хп, что со 100 одинаково. Приятно. Фенту Кен забирает Зика тем временем. Держки на размене. Да, ну причем феномен. Флейме сильно битый. А тут Кенхи с Калашом. Забирает одного, по второму не получается. Ну тут Файнет просто на размене помогает своему тиммейту. И это 13-14. Это пистолеты, которые взяли Щипачам 14-й раунд. Но я не знаю. Тут просто, мне кажется, уже госпожа Фортуна запуталась, к кому лицом-то поворачивается. Она просто как Юла кружится, не понимая, кому же все-таки и улыбнуться, в конце концов. Да, ну и пока что не очень сайбершоком улыбается. Исходя из того, какие раунды у нас прошли. Тут, знаешь, будто бы поманила сайбершоков победами и опять развернулась к ним неудача. Но посмотрим, как сейчас раунд разыграется. Конечно, мы верим в то, что сайбершоки все-таки 1-1 закончат. Это будет третья карта, потому что, ну, такие тут битвы очень прям интересные. Да, Флейме уже нашел в смоках дерзкого. Уже большинство для сайбершок со старта этого раунда. Потихонечку РСК-ОП по контактам распикивает секретку. Там у него имеется оппонент в лице Бриллианса. Ну да, Бриллианс слышит о том, что секретку кто-то прошел, поэтому занимает более сливовые позиции. Так, Кенхи подобрал гранатку. И так уверенно боком открывается подразвеивание смоков. Ну, просто потому что винты уходят. Молик на большие. Ну, там никого абсолютно нет. И контакт там рампа, поджим, Кенхи. Главное не торопиться. Главное не торопиться. И дабл пик великолепный. Файн забирает Шайнжеза. Бомба выпита 2 в 3. 50 секунд на таймере. На времени остается не так много. Пачку надо забирать. Зика контролирует пачку. Делает фраг по феномену. Остается один Флейме. Бриллиант слышит его. Ну, и Зика добирает Флейме. 15-й раунд для щипачей. No words. Если честно. Но это твоя любимая команда. Почему ты на них не поставил? Ну, это молчание удивления. Наверное. Ну, покажи мне хотя бы одного человека, который вот серьезно. Я не беру в расчет Федю. Ну, серьезно. Кто думал, что щипачи будут в раунде от 2-0 против Сайбершок? Сами щипачи? Maybe. Мега крутой, мега крутая атака на Д'Анубисе. 15-13. На своем пике. После хорошей первой половины. Камбэкнули. Плюс-минус. Но тут, кстати, это допы. Это допы. Ну, уже 3-4 остается. Хотя 3-3 уже. Бомба. Только-только на ноль подходит. Здесь есть вариации, как поиграть сейчас с Сайбершоком. Потому что феномена пропустили под секретку. Решают пройти по рампе. Никто ее не контролирует. Только есть Бриллиант, с которого забирают феномен. Ну и, в принципе, пойдут просто под Б. Сайбершоки. Ну что? Это допы. Файнет отлетает от феномена. Остается только Зика с АВП. И по-хорошему бы ему это весло засейвить на ласт раунд. Потому что он-то сможет хотя бы дропнуть что-нибудь тому же самому Файнет, например. Ну да, с деньгами есть некоторые проблемы у щипачи. Денег не так много останется на последний раунд. В принципе, да, на какой-то такой средний ебай денег хватит. Но это, конечно, не фулл бай. Если бы не та хаешка от Шайнджеза. Если бы не та хаешка, да. Это уже была бы сенсация. Но, в принципе, щипачи от нее еще в одном раунде, как минимум. А может быть и на допах доберут. Почему бы и нет, на самом деле. Ну, я чувствую, что это все-таки допы. Ну, посмотрим, как пройдет последний раунд. Потому что, ну, в принципе, по девайсам не сказать бы, что прям плохо будет у щипачи. Ну, слушай, в любом случае, на своем пике щипачи 4 раунда всего лишь за КТ взяли. С 11.4 до 15.14. Как бы это прям очень сильно немного для своего пика. Тем более за КТ-сторон на Нюкета. Ну, посмотрим, как оно развернется. Конечно, хотелось бы посмотреть на допы. Потому что, ну, команды выглядят... Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, да. Мы обязательно посмотрим на допы, а потом еще на третью карту. Потому что, ну, не хочется верить, что Сайбершоки готовы прям вот так отдавать на 16.14 своим оппонентам победу 2.0. 2.1 еще, ладно, бог с ним, там на иншите разберемся. Но 2.0. Так, ну, уже раскинули улицу. Пытаются агрессивно зайти. Забирают Кенки. Тут Бриллиант забирает Кентукей. Не получается раскрутиться на еще один фраг. Феномен разменивает своего тиммейта. И уже остается 3 в 4. Зика делает фраг по Феномену. Так, и атака по итогу-то разворачивается под Б, по всей видимости? Или все-таки нет? Ну, пока еще, видимо, не решили. Будут ли додавливать? Бомба, да, на улице. Одна в Мэйне стоит. Но тут может, сотри, Файнет, если решит. Дерзкий. В такой позиции, с которой он не уйдет, он на Сайленте дропнулся. Зика формует фраг по Шайнджезу. Бомба до сих пор не шевельнулась. Рискибоб себя палит. Полетела Хаешка за дефолт. Дерзкого должна... Не забирает. Это интересно. Да, но есть информация о том, где находятся рискибоб. Мы тут уже двоих задетектили. Зика не получатся сделать фрага. 2 в 2 остались. Файнет мутится в спину. Он натопал, его слышали. Его ждут. Это допы. Ну да, тут сейчас просто резко развернуться под Б. И придется уже Зике 1 в 2 разыгрывать. Ну, щепачи, в принципе, были близки к тому, чтобы этот раунд взять. Ну, не получилось. Ничего страшного. Ну, Зика с 43 хп. Да, дефюзкиты на руках есть, но не понимает, он где соперник находится. А инфу по себе он уже дал. Ну да, есть информация о том, что у него АВП. Вот, кстати, если бы вот он просто решил задефать, вот просто сесть и дефюзить бомбу, возможно. Интересно просто, были ли гранаты на АПЛЕНТе у двойки игроков, которые там играли. То есть, если бы там хотя бы смачок подобрать, да, или флешку там хотя бы дать, и было бы кратно больше шансов у щепачей. 16-14 забрать эту карту. Ну да, учитывая то, что у них денег было на последний бай не так много, а там, по-моему, не было гранат. Но, возможно, были какие-то минимальные. В любом случае, великолепный камбак от Сайбершоков со счета 4-11. Они смогли дотянуть до допов ровно столько же, сколько Сайбершоков, ровно столько же, и щепачей взяли на собственном пике за КТ-сторону. Атака тут превалирует, конечно, просто жесточайшим образом. Ну и флейми. 27 на 20. Вот кто творец этого камбэка. Да, ну и, наконец-то, у нас вторая половина. Вот мы мечтали увидеть допы на нюке. Нас давно не баловали этим. И вот, они наконец-то... Как-то вот один раз побаловали в одном матче две карты с допами. И вот, наконец-то, и до нас очередь дошла. Посмотрим. Сайбершоки продолжат играть в атаке, щепачи продолжат играть в обороне. Но все это до четвертого раунда серии допов. Ну, посмотрим, как сейчас на допах развернется битва. Потому что, ну, никто, я думаю, вообще этого не ожидал. То, что сайбершоки, щепачи на второй карте дойдут до допов с условием, что они анубис забрали в свой актив. Ну да, да. То есть забери щепачи пистолет к вторую. Все, гораздо быстрее могло закончиться. Но случилось то, что случилось. Файнекс заметил оппонента. Уже еще полфраг по флейме, который пытался под смоки сыграть. Опромечивая решение. Тут еще и тиммейт тоже мутится под развеивание. Да, решает Файнекс занять близкие позиции. К нему еще подтягивается Дерзкий. И будут, видимо, вместе пытаться занимать Радио. И всегда вот этот самый пресловутый раунд 16-й, который еще почти не могли взять за КТ. Вот они сейчас серию 3-0 закроют за КТ. И будет вопрос, а где же вы раньше были с такой обороной на 16-м раунде? Зика вырубает феномен, это минус-бомба. Выжигает еще свой оппонент, да, Шайн же сгорает. Вот где они были с такой обороной на 15-м раунде? Вот где? 5-0 почти. В Финтуке, правда, Бриллианс все-таки забирает. По нему информация есть. И Кенхи спокойно дорабатывает по оппоненту. Ну да, с минимальными потерями закончили этот раунд Чипачи. Потеряли только Бриллианса. Ну, в принципе... Ну и главный вопрос, кто быстрее дропнет 30 фрагов? Флейми или Кенхи? У одного 26, у другого 27. Ну да, летят неимоверно быстро по фрагам, учитывая с допами. Ну, в любом случае, я думаю, 30-ку кто-нибудь, да, настреляет. Ну, скорее всего, да, тем более, если будут к Флейме на рампу ходить в гости за атаку Чипачи, то там как бы сам Бог велел не только 30, а может 35 набить. Ну, посмотрим, как оно пойдет. Пока что просто раскинули улицу Сайбершоки и решили не выходить туда. Просто попробовать какие-то позиции под А, видимо, прочекать. Выкуривает гранату игроков Б-планта. То есть Кенхи уже свой смок отдал, у него только флешка на кармане осталась. Поэтому, если что, давать будет нечем. А тут врыв, дерзкий, палит позицию, но Кенхи дорабатывает за него. И тут же моментальный разворот под Б. Моментальный. Да, но тут есть Файнет на рампе, которого, видимо, никто не ожидает. Выходит, не получается сделать и фрага, и тут уже надо быстренько перетягиваться под Б. Ну, тут уже промутился Бриллиант с Аквариумом, но, правда, у него немного здоровья. Вот это проблема, он вроде как пропускает своих оппонентов, но опять же. Так, Бриллиант, замечательный оппонент, забирает Чанжиза. Малые пока не открываются, бомба ставится 3 в 4. Бриллиант, опять же, сильно битый. Кенхи пытается как-то пробить дверь, чтобы был Вижен, хотя бы какой-то небольшой по планту. Но, опять же, в него уже будут и фокусить. Подтягиваются остальные игроки атаки, в защите, точнее, пока что. Ну, и тут Бриллиант забирает риски Боба, правда, его быстро разменивают. Два скрип, попытка выйти из этих позиций, и дуэль вообще не по шансам для щипачей. 16-16. Ну да, ровно продолжают идти эти две команды. Ну и у нас последний раунд первой половины допов. Ну что, а Флэйми пока гораздо ближе, чем Кенхи. 29 на 27. Это личная моя дуэль такая. Веду статистику конкретно с этими двумя игроками. Ну, посмотрим, как оно сейчас пойдет. Может быть, сейчас Кенхи сделает эйс. Возможно, и такое, в том числе. Да, ну опять пытаются под улицу пройти. Там Флэйми теряют очень много здоровья. Дерзкий все-таки находится в смаках Флэйми. Обновляется смачок. По Шанжезу тоже попали неплохо. Но опять же, нужно это преимущество доводить каким-то образом. Дерзкий еще и Шанжезу нашел. Там два улицы играют, тем временем Сайбершок. Здорово, Зика. Ну да, мне кажется, Зика тут уже привык. То, что, ну, какие-то бусты за красным появляются иногда. Ну, он знает, что второй там. Конечно, по тайминам маленький не попадает. А Фентуке, кстати, в будку мутится. Ну, к нему готово. Как будто бы. Ну да, сейчас будет выходить. Тут уже спалили его. Пытаются прошить. Тяжело будет выйти, конечно. Может, он один фраг дать, если сейчас кто-то с дефолта откроется по нему. Ну да, заметьте, он в Кенхе своего оппонента. Ну, сейвить нет смысла никакого, поэтому куда-то все-таки придется выходить Сайбершок в этой ситуации. И, по всей видимости, это будет попытка выйти на рампу. Ну да, тут Файнет готов уже принимать своих оппонентов. Но пока не решается Сайбершоке выходить. Хотя время на таймере осталось 40 секунд. Ну, нужно срочно решать, что делать, учитывая то, что в 2-5 разыгрываете. Это последний раунд. Сейвить никакого абсолютно смысла нет. Ну, надо уже пытаться выходить, занимать позиции. Все, не заметили, бомба выбита. И спокойно абсолютно дорабатывают Чипачи по своим оппонентам. Ну, не 3-0, но 2-1. Ну, 2-1, да. Тут, если... Гораздо надежнее раунды были от Чипачей на допах, чем вот эти последние 2 раунда за КТ-сторон в основное время. Ну да, подсобрались ребята из команды Чипачи. Начали более уверенно вести себя в защите. Ну и посмотрим, что сейчас получится с атакой. Потому что, ну, насколько мы помним, с атакой у Чипачей было все прекрасно просто. Ну, это было и было давненько на самом-то деле. То есть, Чипачи тогда на Кураже 11 раундов взяли. А тут нужно сразу же включиться с первого практически. Рески-боб с аугом решил наверняка на верочку так сыграть с ангара. Да, ну и опять у нас 2 АВП у Флейми и Феномена будут за защиту. Ну, Феномен так как раз-таки в своей позиции стоит. Вот этот спот Чипачам ни разу пройти так и не удалось, насколько я помню. 2 АВП вот как-то тяжело было. Еще и флешку зафейлили, дали по себе информацию. Ну, а как вот сейчас Феномена пройдешь? Ну, так не пройдешь. А, ну, так пройдешь. Правда, Зикун все равно заберет и Кенхи тоже. Ммм, минус 2 делается. Ну, и уже в меньшинстве Чипачей находятся. Там еще и флешки пройти не получилось. Но Феномена все-таки забрали. Остался один Файнет. Даже открыться по позиции не успел. Его просто забирают. 4 в 0 раунд для Сайбершок. Ну что, если Щипачи берут хотя бы один, то это вторая серия допов, скорее всего. Ну, два подряд, конечно, будет тяжело, наверное, взять. Хотя, с другой стороны, давайте еще раз посмотрим, как Файнет, во-первых, не повелся на пропрыг. И быстро скопнулся на второго. Там Кенхи немного подзаснул. Ну да, не получилось все-таки на размен сыграть в секретке. Ну, все-таки потом забрали Феномена, но никаких это плюсов не дало по игре. Так, Фентукей уже поджал булку. Кенхи пытался просканировать смоки. Никого там не нашел. Опять же, улица играется пассивно Риски Бобом из ангара. Он свою позицию там вроде как не палил. Поэтому можно, в принципе, так и играть. Ну и дропаются смоки под раскидку улицы. Ну да, будут пробовать выходить улицу. У нас под улицей есть Риски Боб с Аугом. У нас есть чемпион в Флейме 30. Набил быстрее, чем в Кенхи 28. Ну да, тут не пошло немного выиграть этот файт. Ну хотя бы пока что где-то в Сайбершоке выиграли. Посмотрим, как закончатся допы в чью пользу. Может быть и допы получится выиграть. Просто Эншент же еще больше к допам располагает. Понимаешь, к чему я веду? Что мы здесь до утра. Ну что, Феномен, слушай, в агрессию пошел. По-моему, сейчас вуха получит. Да, тут Бриллианс стоит, выфидает своего оппонента. Но, кстати, если откроется... Ой, двоих постелил. Какая боль, какая боль. Фит, окей. Проигрывает свою дуэль. Молик в девятку. Искебоб даже с улицы открыться не успел. Ну да, ставится пачка. Два в четыре остались. Но, в принципе, Моффет фраг сделать по-дерзкому. Если решит под ангар открыться. Тем более и слышал. Дерзкий это все. И может сейчас забрать просто. Ну все, Флейми остается один с АВП. Наверное, можно повоевать немножечко, да. Но, в целом, в общем, можно и посевить. Потому что Феномен 3500. У Шанчза вообще 1900. Он во всех раундах допов погибал, к сожалению. Ну, видимо, решают не отпускать АВП. В принципе, Флейми как в свои лучшие годы. Второе АВП. Да, как бы это не привело их к простой потере девайсов. Один в один остались. Флеймон! Просто потеряли все девайсы ни за что. Квадрокил от Егора Васильева. До денег, в принципе, уж и по чьим вагонам нужно было выбить это АВП. Но не по одному же, ребята. Это же просто тир для Флейми. Такие он щелкает, как орешки. Не получилось преодолеть Флейми. При этом... 34-22. Просто, ну, вот так Флейми себе 30-очку и набил. Вот, пожалуйста, повтор в прямом эфире. Да, и опять у нас два АВП за защиту. Посмотрим, что же у нас щипачи придумают на этот раунд. Очень интересно, очень. Это быстрый раунд от Зика в винты. Его пропускают в эту позицию. Финтуке прогорел наполовину. Это просто... Это хэви-бэ! Это хэви-бэ на последнем раунде допов! Мое почтение, щипачи! Респект и уважуха! Уж извините меня за мой французский. Ну, это ж какую надо смелость иметь такой раунд разыграть, а? Да, ну, причем очень удачно это получилось. 5-4 пока что. Потеряли только Зику, щипачи. Вот тут Кенке делает минус один. Подкоцал еще и Шанжиза. Ну, по сути, Кроссфайр сейчас идет на пользу щипачам. Файнет свою позицию спалил, но уже неприятно, конечно. Время играет не на руку с Эбершоком, хотя Дефюски-то у них есть и Бриллиант свою дуэль проигрывает. Это было важно. А Файнет тут, конечно, не жилец. Ну, времени не остается. А хватит? А хватит времени! 19-17! Щипачи берут! Как? Это Хэви Бэ на ласт раунде допов. Я не знаю, у меня разрыв шаблона. Ну, по моему лицу видно все мои эмоции от этого Best of 3. Ну, это было, да, очень завораживающе просто. Что нам показывали щипачи, что нам показывали сайбершоки. Ну, это что-то с чем-то. Что на Анубисе были максимальные эмоции от того, как проходят раунды, как вообще они берутся, каким образом. Флейми дропнул 36 на Нике. И даже этого мало сайбершоком, чтобы выиграть на допах. Все, 3 в 1! Вы знаете, где соперник, но времени даже с Дефюски-тайми не хватает. В общем, это был сумасшедший день. Нам пора отдыхать до завтра. Мы с вами прощаемся, а пока слово аналитики.